здравствуйте уважаемые зрители меня зовут владимир я приветствую вас на канале все о шашках сегодня мы с вами будем смотреть лично командный турнир по русским шашкам на гамблере комментировать сегодня для вас будут чемпион европы по шахматам четырехкратный победитель всемирных шахматных олимпиад дважды составе команды ссср и дважды составе команды украины чемпион мира по блицу чемпион мира по быстрым шахматам международный гроссмейстер по шахматам со львова василий иванчук приветствую василий здравствуйте а также чемпион мира и чемпион европы многократный чемпион Украины международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев. Приветствую Юрий. Добрый день. Вчера как раз 11 июня у Юрия был день рождения, так что я от имени канала все о шашках поздравляю тебя Юрий с днем рождения, желаю счастья и здоровья тебе и твоим близким, а также желаю тебе успехов на будущих шашечных соревнованиях. Вам спасибо большое. Так интервью с Юрием позже скину ссылочку в чат, а сейчас давайте поближе познакомимся с Василием Иванчуком. Открытьте пожалуйста про себя Василий Михайлович подробнее про свой шашечный путь. Мой шашечный путь только начинается и первый турнир просто клеточным шашкам я сыграл в 12 году, так что я еще можно сказать очень молодой игрок и надеюсь у меня еще все впереди. Конечно мне многому надо учиться в шашках, но это так даже интереснее. И могу сказать, что в шашки я начал играть еще раньше, чем в шахматы. Я играл со своей бабушкой еще и она, она не говорила шашки, она говорила дамки, вот как раз вот. Вы представляете, дамки нет команду, это очень актуально. Так получилось неожиданно, что я вернулся, интересуюсь и очень рад, что шашки присутствуют в моей жизни. Да, интересно, то есть шашки были раньше, чем шахматы, да получается у Вас? Да, но потом они эпизодически появлялись, исчезали, ну уже так, уже сейчас заняли такое достаточно прочное место, то есть стараюсь регулярно играть, заниматься, решать какие-то комбинации, ну как-то улучшать свой уровень. Надеюсь, у меня это получится. Ну а сейчас? Что? Сейчас больше времени уделяете все-таки шахматам или шашкам? Ну, конечно, шашкам. Даже так, да? Да. А вот Вы говорите, в 12-м году участвовали в первом турнире по стоклеточным, да, шашкам? Да, в Верхугаварне это было, да. А до этого еще сыграл во Львове два турнира в русские шашки. И как успехи в этих турнирах были у Вас? Какие? Ну, в первом турнире я как-то не доиграл. А, ну то, что я успел сыграть, то как-то вроде минус один там по микроматчам. Я даже комментировал там на сайте 64100.com, комментировал свои партии. Желающие могут ознакомиться с моими тогдашними комментариями. А это были русские шашки, да? Да, русские шашки, да. Русские шашки, причем леталки. А потом уже второй турнир, то были обычные шашки. Ну, в смысле, тоже русские, но не леталки. То есть я сыграл там достаточно хорошо, занял третье место, насколько помню. Но с тех пор в турнирах вот в русские я не играл, но только на гамблере. На курнике много играл в бразильские шашки, даже изучал теорию бразильских шашек. Мне нравилось, например, какие-то вот начала там сравнивать с русскими. То есть в каком дебюте, какие возможны нюансы там на большинство или там реже в дебютах нюансы с превращением дамки из-за разницы в правил. Ну, сейчас уже и в русские играю на гамблере иногда. Последний раз вчера играл один плюс один. На таком контроле считаю, что сыграл довольно успешно, занял пятнадцатое место при сорока трех участниках. Но вижу, что теорию, которую я подзабыл, то есть хорошие игроки помнят лучше меня и это используют. Ну, это, скажем так, поправимо. Каким достижением? Пробед того, я еще играл во фрисландские шашки, тоже очень интересно играть. То есть, надеюсь, еще сумею собирать. Пожалуй, из всех видов шашек именно фрисландские получались мне лучше всего. Ну, конечно, и в другие мне играть очень интересно. Каким достижением вы больше всего на данный момент гордитесь в шашках? Да, таких особых достижений у меня нет, так что я действительно гордился. Просто я спокойно воспринимаю. Я понимаю, что я играю на определенном уровне, в шашки. Ну, в разные шашки уровень отличается. Например, фрисландские, русские, стоклеточные. Думаю, самого высокого я достиг все-таки, наверное, во фрисландские. Дальше, наверное, в русские или бразильские я играю лучше, чем в стоклеточные. Ну, по такой причине, что все-таки привычнее доска, что легче, например, мне запомнить варианты. Конечно, намного легче, скажем, решать что-то вслепую или анализировать вслепую. Потому что это та же доска, к которой я привык в шахматах с самого раннего детства. То есть стоклеточных я тоже могу это, но это требует значительно больших усилий. И, в общем-то, какой у меня восприятие? Я понимаю, что я играю на каком-то уровне. Я осоздаю, что есть много людей в мире, которые играют лучше меня в шашки. Ну, я спокойно к этому отношусь и стараюсь, конечно, улучшить свой уровень. То есть мне это очень интересно, вот, познавать, ну, по сути, новую для себя игру. Ну, и, конечно, еще это добавляется общением с разными очень интересными людьми, безусловно, из шашечного мира. Так что, ну, я благодарен шашкам. Я благодарен, что они появились в моей жизни. Ну, и постараюсь дальше как-то прогрессировать по возможности. Конечно, это непросто, конечно, требует серьезных тренировок. Ну, попробуем. Кого из шашистов вы считаете самым сильным в мире на данный момент? Ну, я все-таки не такой профессионал, чтобы давать оценку, например, мне трудно сказать, кто играет сильнее Бомбстера или Георгиев или Шварцман. Ну, вроде, или там, условно говоря, Изендорн или Гетманский, то есть, или Чижов, то есть, ну, все они на слуху, все они, ну, или там Грюнен Дайв, в конце концов. Ну, то есть, мне пока все-таки не такой у меня высокий уровень, чтобы вот так вот утверждать, вот, кто из них сильнее. То есть, это вопрос, ну, к более сильному игроку лучше задавать. Ну, и понятно, что все эти игроки намного сильнее меня, и то есть, я их скорее рассматриваю, ну, что вот, чего я могу у них научиться и стараюсь это делать. Очевидно, что у каждого из них я могу научиться очень многому, как общаясь с этим человеком, так и анализируя его партии, пытаясь понять замыслы. Ну, я знаю, что будет матч, вот, Георгиев, ну, во всяком случае, как бы, должен был быть, я не слышал такого анонса, когда этот матч будет, и там, на каких условиях и где, ну, вроде как, полагается провести матч между Георгиевым и Бомстрой, ну, и тогда, наверное, этот матч покажет, кто на данный момент является сильнейшим. Да, но это в шашках 100, а в русских шашках, как думаете, кто самый сильный в мире? Ну, тоже, я не настолько, ну, знаю, что есть Белошеев, Дашков, там, Колесов, Валюк, ну, кто из них сейчас, ну, там, Михальченко, то есть, конечно, я знаю этих игроков, я видел их партии, но так, чтобы вот я мог определить, кто из них именно сейчас сильнее, ну, затрудняюсь просто. Да, понятно. Хорошо, спасибо за ответы, сейчас почитаем, тут вроде бы были вопросы в чате. Так. Арсений Ценов спрашивает, Василий, чем зацепили шашки? Да, даже не знаю. Ну, просто вот очень интересно. Может быть, вот, не обязательно речь идет о шашках, может быть, вот, если вот человек, вот, человека что-то заинтересовал, вот, когда он уже начинает осознавать, почему его это интересует, то это в какой-то мере является знаком, что этот интерес уже начинает падать. С счастью по отношению к шашкам у меня этого не происходит, мне просто вот интересно поздавать эту игру и, там, и этот мир шашистов, то есть, так, трудно объяснить. Ну, так, на логику, конечно, можно сказать, что это игра тоже логическая, то есть, родственная с шахматами, что даже вот великий Эммануил Ласкер называл шашки матерью шахмат и любил играть в русские шашки, насколько я знаю, английские тоже. Ну, и там другие были известные шахматисты, которые, скажем, проводили время за шашками и играли довольно хорошо, например, Давид Бронштейн, Григорий Левенфиш. Ну, а самым ярким примером совместительства шахмат и шашек, конечно, является Рашид Нижбендинов, который, ну, если брать по сегодняшним меркам, то, безусловно, был сильным гроссмейстером и в шахматы, и в русские шашки. Еще вопрос. Каким шашкам вы даете предпочтение? Ну, я уже как-то высказался, так, чтобы явное предпочтение давал какому-то виду шашек, то нет. То есть, и фрисландские мне интересны, и русские, и бразильские, и стоклетки. То есть, ну, пробовал еще в турецкие, но там я ничего вообще не понял, какая стратегия, что там делать, то есть. Поэтому все-таки турецкие в этот список не входят, а так вот те остальные виды, ну, и как-то вот эти чекерсы, что вот без взятия назад, как-то вот мне оно все-таки некомфортно, там, где нет вот этого взятия назад. Ну, еще чешский играл тоже, даже в соревнованиях играл, когда по фрисландским проводилось, то они провели еще и по чешским, и по испанским, нет, по итальянским, извините, шашкам. Ну, итальянский я только раз играл, то есть сейчас не уверен, что вспомню правила, а чешский довольно интересно играть со своими правилами. То есть, конечно, мне бы, ну, думаю, не только мне, хотелось бы, чтобы на сайтах, вот, таких как там Гамблер, как Лидрафт, то есть были возможности играть во все вот эти виды шашек, то есть, которые я упомянул. Ну, поскольку программирование развивается, то надеюсь, что в самое ближайшее будущее это будет как-то улучшено. Еще вопрос от Дмитрия Никифорова. Василий Михайлович, вопрос. Кто из известных шахматных игроков хорошо играет в шашки, на ваш взгляд? Также видел фотографию, где вы показывали шашечные тонкости Сергею Карякину. Как Сергей относится к шашкам? Ну, кто из современных шахматистов, ну, из шахматистов прошлого я как-то уже упомянул, кто играл хорошо, но этот список можно продолжать, например, там, Акибору Бинштейн достаточно играл хорошо в шашки, любил играть Ефим Боголюбов. Из современных шахматистов даже не знаю, кто хорошо играет в шашки. Я слышал от Мурода Амрилаева, что очень хорошо играет в шашки такой гроссмейстер из Таджикистана Фарух Аммунатов, но лично с ним никогда не играл. Как относится к шашкам Карякину, я не знаю, это вопрос к нему, но, по крайней мере, наверняка как шахматиста его интересуют разные интеллектуальные игры, ну, когда я ему показывал какие-то комбинации, дебют, было интересно, но насколько он дальше это изучал, не знаю. Хорошо, спасибо за ответы, сейчас начался у нас уже турнир, первый тур, давайте посмотрим третий стол, значит, играют Валик 2 против ДКД, это Андрей Валюк против Тимофея Проскурина. Кто вообще играет из таких известных? Ну вот Андрей Валюк белыми тут играет, гроссмейстер. Да, я вообще в турнире, не только в этом. И так нельзя глянуть. За кого болеть? Сейчас. Ну, буду полеть за Андрея Валюка. Сейчас, кстати, я подключил микрофон, нормально слышно они? Да, лучше стало, да, отлично. Лучше, да. Так, а с кем Валюк играет? С Тимофеем Проскуриным. Это не знаю. Откуда? Тоже, по-моему, часто. Ну, это юный игрок очень сильный, кстати, говорят, очень часто выигрывает турниры среди гроссмейстеров, среди мастеров тоже обыгрывает часто уже. А откуда? Из Санкт-Петербурга вроде бы. А, понятно. Ясно. И что такое? Ну, какая-то игра, ну, упростили, в общем-то, я думаю, что. Позиция равна примерно, ну, хотя, я не знаю, хотя у черных вот эта F8 ослабленная, я не знаю, имеет ли это в этой позиции какое-то значение. Трудно мне оценить пока что. Похоже, как бы, очертание, как игра Шмульяна, только вот H8 на F8. Ну, то есть, скажем, если бы выбирать, вот, какими играть эту позицию, я бы выбрал белые. То есть, ну, уравняли уже. Да, уже более-менее рано. Подровняли. А какой дебют там был? E-D, F4, F5, E-D4, E-F6, такое-то. Ну, то есть, F-E3 там проигрывало, то есть, из-за известной примитивной комбинации. Ну, конечно, Валюк такое не зимнет, даже в Супер Блице. Ну, да, тут ровно какая-то сфотка сейчас будет. Ну, тоже, кстати, вот такой вопрос, можно походу пока тут позиция такая особо поднять. Вот, кстати, мне неинтересно, как вот с шахматной стороны, потому что там у вас тоже такое есть. То есть, в интернете там вот полкнулся. Но, в принципе, раньше об этом думал. И почему-то вот как-то вот никого этот вопрос не интересует. Вот то, что вот жеребьевка дебютом, да, вот как летающие шашки сейчас играет. Да. И получается, тянется жребий, да. И от того, какую позицию вытянешь, в принципе, влияет на дальнейшее течение партии. И вообще на турнирный расклад. Ну, да. Но эту идею пока она не реализована. Эту идею предлагал Гат Акапский. Сравнительно недавно. Какую идею? Ну, что, вот скажем, чтобы участники узнавали дебют, скажем, ну или там дебют, или там вариант, или позицию, где-то, скажем, минут за пять до партии. То есть, чтобы играли без подготовки. Я даже не к этому веду. Не то, что узнавали, а то, что они разные. И вот, к примеру, в зависимости от того, с каким соперником какой дебют вы вытягиваете, вы можете получать преимущество. Нет, у меня тоже разные. Таша, то есть, например, ну, условно говоря, там, попал против Ароняна играть в контратаку Маршала. То есть, это довольно непросто, потому что... Не, ну, вот смотрите... С Ароняну вообще играть непросто. Это тоже правда, но... Вы играете турнир, например, да? Да. И там еще какой-то человек играет турнир. Вы играете с одним и тем же соперником. Да. Ну, вот круговая, например. Да, да. И, к примеру, вам нужно у него выиграть. И вам, и вашему конкуренту. Какого-то третьего лица. И, к примеру, вы вытягиваете... Острый дебют. А ваш конкурент вытягивает не острый. То есть, как это? Это же неравные шансы получаются. Не, ну, во-первых, что считать острым? Ну, например, не все любят играть острые позиции. Ну, есть дебюты, которые, как бы, пресные такие. Которые, ну... Ну, это все очень относительно. Сложно навязать их рот. Это все очень... Да, может, с точки зрения шахматиста относительно, но шашисты, как бы, они их даже так гарантируют. Ну, может быть, в шахматах все-таки, ну, таких вот чисто дебютов, чтобы там... Не, ну, шахматы, это, например, сравнение, как шахматы Фишера. Вот там же тоже перемещаются первым ходом фигуры. Да, но там все-таки пока каких-то знаний у людей нет. Ну, по крайней мере, я не слышал, что... Ну, они равноценные, равноценные эти дебюты, они же все равно разные. То есть там, когда там слоны там стоят, у кого-то может преимущество быть, а у кого-то может и не быть. Ну, да, но там две партии играешь тоже все-таки. Да, может быть, у белых преимущества. Ну, у черных не может быть априори в шахматах. Смотрите, если вы играете матч, если вы играете матч с одним человеком, то, конечно, тут шансы равны. Вы играете две партии, все хорошо. А если вы играете турнир, ну, и как бы один вытягивает одно, а другой совсем другой с этим соперником. И получается шансы уже совсем одинаковые. Да, но это уже жребий, то есть это... Ну, правильно. Вот я говорю, что получается жребий играет роль. Серьезно. Ну, играет роль, но так, в принципе, даже интереснее, потому что это же игра все-таки, это же не наука, что мы хотим так сделать, чтобы постоянно побеждал сильнейший. Ну, как бы, в чем же отличие шахмат, шашек от, к примеру, нарт или каких-то карточных игр? Ну, все-таки роль случайности не такая велика, как в картах или в нартах. Ну, это как бы доля разная, может, там, как бы каждый расклад изменяется, а тут один расклад, но все-таки он же есть. К примеру, в Пекине, когда я играл в турнире, там были первые вот эти всемирные игры, и там я три раза, три раза, но не подряд, там, вытянул одну ту же жребью. То есть, это вероятность вообще не знаю какая, очень низкая. Ну, вообще, то есть, даже два раза в одном и том же турнире вытянуть, там, кем-тура, по-моему, было, это сложно. А вытянул три раза. Да. То есть, это одна, там, я не знаю какая, сколько их там, четыреста, четыреста умножить на четыреста и на четыреста. Да, только как те, которые интересовались казино, наверное, уже подработали. Не, ну, просто вот мне интересно, что вот этот аспект такой, как бы случайности, вот он как-то, ну, никого абсолютно не волнует. То есть, это же серьезный такой момент. К примеру, многие там, ну, как бы, игры интеллектуальные, там, вот те же Нарды, они же тоже интеллектуальные. Ну, да. Но они, как бы, не считаются видом спорта, потому что вот, вот, вот рея, скажем так. Хотя там тоже и стратегия, и там, думать надо, и что это мир обрабатывает. Ну, да, ну, все-таки, действительно, вот, если там будет регулярно выпадать, там, 6-6, хотя, может, это не всегда выгодно, тогда, может, слабый игрок обыграть. Может быть, нет, я все-таки в Нардах не специально. Знаю, что есть короткие и длинные, то есть, в длинные вообще никогда в жизни не играл, то есть, в короткие играли. Не, ну, легче же выигрывать, когда у вас тузы, ну, это, чем когда там какая-то. Ну, да, ну, это в картах, да. Ну, хотя, знаешь, если бы... Ну, смотри, вот сейчас... Тузы не помол, там, балет 9 может оказаться важнее иметь. Так, ну, я бы высказал такое пожелание. Ну, конечно, эта партия интересная, потому что черные что-то жертвуют, пытаются прорваться. А так вообще, вот, хотел бы посмотреть, как Юлия Макаренкова играет из следующей партии. Хорошо, тут второй тур у нас идет, играют Дмитрий Никифоров из Иркутска против Дениса Шогина. Это тоже прилично. Ну, Шогина слышал. Денис Шогин был чемпионом России, да. Пусть Никифоров не обижается, что я его не слышал, потому что я на гамблере редко бываю, так что я верю, что он сильный. Ну, просто то, что я не слышал, это ничего мне говорит. Тоже сильный мастер спорта, да. Ну, вот, кстати, дебют возник достаточно острый. То есть, вот эти шашки как бы... А-7. Мы не дали, кстати, было замечательное видео Яна Сафина на его канале в Ютубе, как раз посвященный А-7 против А-2. То есть, я с огромным удовольствием посмотрел Яниса Сафина. Но нет, позиции эти сложные, потому что нет как бы четкой такой стратегии. То есть, получается, нужно постоянно оценивать. Да, но он просто дал позиции, которые, ну, надо запомнить уже с оценкой, что там как-то вот он... Одна позиция, что, значит, у белых про... Ну, то есть, симметрично начинающий проигрывает, я помню, а другая, если добавить С1 и Ф8, то уже она совершенно равная. Ну, там довольно сложные примеры, но он замечательно это объяснил, то есть, эти позиции, конечно, надо запомнить. Ну, это он некоторые разобрал, а их намного больше, и получается... Ну, понятно, ну, то есть, это одно только видео, то есть, ну, ясно, что... Ну, то есть, не то, что мне ясно, но я представляю, что их там больше, но он не мог в одном видео объяснить все, наверное. Надеюсь, он продолжит объяснять, если будут такие пожелания, ну, я бы с удовольствием послушал. А тут уже в черных дамках, я смотрю, да? Да, тут что-то... Дамка, ну, мы сейчас АД, что-то можем отдать, наверное. ДЕ5, Д6 и куда-то прорваться? Там прорваться был. Или там поймают, а что еще делать? Он отдавался. Ну, он прислушался. Белые сдались. Давайте Юлю посмотрим. Госпожа, удача. Такой же дебют. Против Ларьи Моно. Так. Уже проигрыш похож. Вот эти позиции тут, получается, как бы, с одной стороны, кто первый прорывается в дамке, он в жертвой чашке, но не всегда это хорошо. И вот непонятно. Мне лично сложно их отценить. Да, белые проиграли по времени. Иногда там как бы прорываешься, и там не можешь ставить дамку, или даже если можешь, как-то она не такая сильная. Ну, из того, что я понял, из объяснений Яниса. То есть там каждую ситуацию, в принципе, надо оценивать. Ну, есть какие-то стандартные, стандартные, но так вот, чтобы, как к примеру, в обычных гамбитных позициях. Арчем Агекин выиграл у Андрея Валюка. А они все играют один тот же дебют, да? Да, да, получается так. Ну, вот это вот они уже примерно, как бы, как бы уравнивают шансы. Вот то, о чем я говорил, что вот неравные шансы. А здесь они их немножко уравнивают, но не до конца, потому что это соперники у них все равно равные. Ну, по крайней мере, они играют одну и ту же жеребьевку, вот все. И это, как бы, тогда более-менее, как бы, равные шансы. Иначе, вот, не знаю. Не, ну, правда, я не знаю, если в шашках, что, например, вот, может быть, есть люди, которые, ну, вот, очень любят эти позиции, там, с А7 против А2, или, там, например, там, гамбитные позиции. Не, ну, смотрите, есть же вообще игроки с разными стилями. Кто-то любит простые позиции, кто-то простые. И вот, к примеру, вы вытягиваете с игроком, который любит простые позиции, простую позицию. Все, вам не повезло. То есть, это же, как, получается, многое зависит от того, что вы вытащили. Ну, как-то это вот, не знаю, со скортом это вяжется. Да, ну, вот, тоже можно иногда для экспериментов шахт. Вот так скажем. Пришел, вот, выпало, играй гамбит Кизерицкого. Не знаю, знают ли слушатели, что это такое, но надеюсь, что некоторые слушатели знают. Ну, так, для других объясню, что первые ходы Е4, Е5, Ф4. То есть, королевский гамбит. Е, Ф, черный берут пешку. Конь идет на Ф3. Черный играет Ж7, Ж5. Аж 4, Ж4, конь Е5. Это гамбит Кизерицкого. То есть, одному это может выпасть, а другому, скажем, вот, новоиндийская защита. Спокойная. Со слонами черными на Б7 и Е7. Ну, то есть, дело вкуса. Может быть и настроение. Да, вообще немножко. Так, у нас закончен второй тур. У нас тут лидируют 8 игроков. Лидер 83. Это Антон Беликов, гроссмейстер. Тоже смотрит. Так. Кого смотрим в третьем туре? Ну, то есть, пока из тех, кто знаю. Давай лидера посмотрим. Буду болеть за Юлю и за Валюка. Кстати, еще играет Ник Полочка. Это Владислав Валюк. Сын Андрея Валюка. Тоже гроссмейстер уже. Ну, нет, я знаю. Ну, то есть, я знаю, что у него сын тоже играет. Но я имею в виду именно Андрея. Строгим играет. Ну, там, например, вот этот дебют. Ну, достаточно простой. То есть, если вы хотите выиграть здесь, ну, вам намного сложнее будет выиграть, чем в дебюте, который был до этого в туре. А всем против вас два. Ну, понятно. То есть, в два раза сложнее. То есть, представьте, вот вы играете, вам нужно выиграть по зарез. То есть, турнирная ситуация обязывает, а вы тянете такой дебют. То есть, это же важно-важно. Важно, да. Ну, ты как-то, я не знаю, почему-то вот так. Ну, я понимаю, что играть интереснее и всего. Но вот это такой аспект. Ну, это смотря, кто какие цели ставит и кто в каких позициях лучше подготовлен тоже. Нет, ну, просто, к примеру, вот эта всемирная там организация, которая там в виде спорта берет, да, вот там, МСА, например. Она же отбирает по какому-то принципу эти организации. И вот как бы почему-то там покер не попадает, а бридж попадает. Бридж же тоже вышел из казино. Но они сделали так, что там одинаковые расклады играют. Поэтому все равно. Получается, вот как бы, вот, когда вот эти жеребьевки начались, вот уже, это уже как бы, это не спортивный аспект. Единственный момент, можно сделать это, как бы, спортивным. Когда играется матч или вот олимпийская система. Тогда, как бы, получается, вот только вдвоем, и уже, ну, не важно, что вы там тянете. Там, если острая позиция, играете острую. Простая, там, ничья следующую играет. Не так, как бы, потому что вы всего один победитель. Остальные пары вас не касаются. Ну, понятно. А вот турнир по круговой, по швейцарке, вот, не знаю. Тут вопрос есть в чате. Василий Наумик спрашивает. Василий Михайлович, какими шашечными и шахматными программами пользуетесь? Да, почти никакими. Головок. То есть, скажем, Аврора, я пользовался как базой данных. Там, вводил комментарии, но потом у меня, правда, все это исчезло. А в стоклеточные шашки, ну, так, включаю флиз, но, так, чтобы сказать, что пользуюсь. Понимаете, вот я считаю, что еще мой уровень недостаточен для того, чтобы пользоваться именно программами. Я имею в виду шашечный уровень. Ну, все-таки на моем уровне, я считаю, надо стараться своей головой пока понять, что происходит. Ну, иногда, конечно, когда вот я, например, чувствую, что в позиции что-то может быть, да, изредка включаю, но стараюсь этим не злоупотреблять, потому что... Ну, чтобы держать мозг в тонусе, чтобы не вырабатывать опасную привычку, вместо того, чтобы вникать в позицию, то есть нажимать там на кнопку, и что скажет компьютер. То есть, как для игрока, как для аналитика даже, ну, или даже просто вот любители интеллектуальных игр, то есть для меня это не приемлемо, поэтому в любом случае, чем бы я там не пользовался, то я, ну, как бы не активный пользователь программ, что шашечных, что шахматных, ну, и другим особо это не рекомендую, хотя это, безусловно, выбор каждый. Ну, вот китайцы, кстати, когда вот они первые шаги делали, особенно в 64, то есть они сразу же программами пользовались. То есть, как бы это вредно было, ну, не знаю, может больше как, моложе поколения, но не знаю. Сразу включают, там, я говорю, поанализируйте там партию какую-то свою. Они на компьютере анализируют, какие-то там ходы пишут, анализировали. То есть сами ничего не помнят, что они там анализировали. Они ничего вообще не помнят, ничего не помнят. Ну, да, но это не только для китайцев. Это я и в шахматах встречал, что довольно многим, ну, компьютер существенно повредил. Даже, даже я знаю такие примеры шахматистов очень высокого уровня, что я считаю, что им серьезно повредило чрезмерное пользование компьютерных программ. Так что день, день играет шагин. С Антоном Беликовым, Грассмейстером тоже, известный. Да, ничья. Ну, чья, да. Напал, оба прошли дамки, ничья. Так, охота против Азижм. Азижм выиграл, Максим Абелец, Азижм выиграл. О, Максим Абелеца будет. Легион 64, Иван Ермаков против Дениса Никифорова. Иван, ага, это Юрий Ермаков более известный, да? Так, ну тут белым статься надо уже. Завна пора. Услышу. Услышу. Так, Дуден 2020, это Денис Дудко. Тоже прилично. Выиграл. Сегодня хороший состав. Хайскил против Эдеона тоже. Владислав Беседин против Василия Наумика. Как они сыграли? Беседин выиграл, да? Так, этих не знаю. Алик 2 из Шарлатанка. Знаешь, подмечено. Хорошо сказано. Играть я не умею, но стараюсь. Главное, правда, да? Ну. Да, тут уже ничья. Все относительно. Смотря с кем сравнивать. Да, тур завершен. Так, у нас после трех туров лидируют два человека. Ларий Мун и Алиджанчик. Кто это такие? Ларий Мун – это Владислав Сухович вроде мастер спорта. Алиджанчик. Алиджан Ажанжаю. Не знаю такого игрока. Я не знаю. Кого первый стол хотите смотреть? Госпожу Удачу хочу смотреть. Давайте, Госпожа Удача против Степана Юрия Макаренкова. На H2 такая интересная позиция вообще. Белые сразу думают. Ну, что там, АБ4 вроде в таких позициях играют. Вроде можно, АБ4. Ну, вот это, например, позиция очень сложная. Вот, к примеру, если вам нужно на выигрыше играть, вот отлично. Белыми или черными? Ну, тут за черных преимуществ. У черных преимуществ. Ну, да. Получается, у них ждательных отдал больше. Ну, хотя тут по-разному может быть. Меняются назад. И ждут. Это H2 как бы ограничивает белых. Силь на фланг. Если ожидательный уход закончится, у белых будет плохо. То есть, поэтому вот этот фактор такое везение. Вот, я не знаю, это же как бы жеребьевки еще в Советском Союзе начались. И как бы там жестко все там. Спорт, спорт, карты, карты. Как бы жеребьевки как-то вот делали. И, ну, как-то не знаю. Но это не боют. Китайцы тоже вот играют. Там же партия следит за всем. Не только за игрой партия следит. Ну, да. Ну, хотя просто сейчас это уже не так, может быть, серьезно к этому подходит. Потому что вот даже в МСА там китайцы включили свой мальчонг. Где вообще там получается постоянно, ну, разные независимости. Там же кубик кидается. И мне ничего страшного включили в эту организацию. То есть, уже как бы... Ну, кстати, я слышал о такой разновидности шахматы с кубиками. Что в зависимости, что выпадает, какой фигурой ходить. То есть, есть тоже такие... Не, ну, как бы там вот... Только не придумывают. Так, если бы были бразильские шашки, то грозил бы удар. И хоть черных еще. Ну, да. Но это не бразильские. Вопрос, кстати, есть. Василий Михайлович, как оцените глубину разных видов шашек в сравнении с европейскими шахматами? Что значит европейскими шахматами? Ну, поскольку. Ну, потому что, понимаете, шахматы, ну, насколько я знаю, они одни во всем мире. То есть, это в шашке там есть и русские, бразильские, чешские, фресландские. И там множество других. А в шахматы, ну, вроде... Ну, это просто шахматы. А так, ну, глубина шашек, ну, я не знаю, но мне трудно сказать. Я все-таки не такой профессионал в шашках, чтобы это оценивать. То есть, насколько, ну, велик выбор разных возможностей, насколько там вот трудность комбинаций или там трудность стратегии. То есть, все-таки, не знаю, потому что просто в шахматах я вникал на эти вопросы, значит, глубже. А в шашках, ну, я просто очень многого не знаю. А то, что я чего-то не знаю, это не значит, что его не существует. Так, давайте подумаем у Юлии, что за позиции. Надо закрываться Де-3. Ну, Де-3 надо, значит, так. И что, ну... Так, СМБ-4 пошла. А, то есть, хочет какие-то разметы провести. Смешает. Так. Так. Ой, что-то надо бить. Ага, и хочет отыграть шашку обратно. То есть, так. Да, отыграет. Так, он больше... Ага, так. Ага, хочет сбить, и потом СД-2 отъесть обратно. Ага, вот так она и сделала, да. Что ж там? Ну, еще преимущество сохраняется за черных. Черных, ну... Может, как бы это еще три, кстати, тем более. Преимущество видно невооруженным глазом, да, вот за счет... Слабые черные, но прорыв этот мало что даст. Ну, что, F-E-7 или что? Да, слышат. Что-то меня слышат сегодня. Проиграет, Вилья. Да, проиграет. Ну да, при H-2 можно было поймать просто. Идет 5. Ну да, ну и так нет шансов, да. Тут игра на время, наверное, у него. Хотя у Вильяновича. Не, ну времени у Черных больше, так еще. Да, уже и дам, поймал. Дамку словили и все. Где-то она там, наверное, и доработала в конце. Ну, может, где-то ничью мало сделает, да. Так, Леонель Месси выиграл. А Леонель Месси это кто? Арсений Ценов тоже. Юное дарование. Сильно начал играть в шашки. Понятно. А интересно, сам Леонель Месси, футболист, играет в шашки хоть немного? Не знаю. Не так. Уже аргентинец. Ну, а что, аргентинцы не играют в шашки? Не слышно. Там есть какие-то из Аргентины именно шашисты, но они приезжают. Так вот именно местные. Хотя близко от Бразилии, но как-то разные. Ну, да, близко, но получается все вот эти испаноговорящие, они не играют. Ну, Бразилия все-таки португальский, да. Да, да. Ну, Бразилия играет, единственное. А вот все остальные так. А Португалия, кстати, как? Ну, они там в основном играют в португальский. Похоже на испанский. То есть, вот это когда назад не бьют, но дамка уже дальнобойная. Такая разновидность. Понятно. Ну, и чешские тоже назад не бьют. Да, да. Вот они похожи, да. Чешские похожи на португальский. Там парочка отличительных правил. Да, но чешские все-таки интересно играть. А вот как-то вот этот English Checkers как-то, ну, мне что-то не то. Единственное, что в португальских там доска еще повернута на 90 градусов. Да, да, ну, понятно. Я там на канале снимал видео, 25 видов шашек популярных. Сейчас скину плейлист в час. Ну, там даже какие-то алтайские, знаю, есть. Что как-то шашки в шатре сидят, там как-то оттуда выходят потом. Тоже интересно, где бьют, а кого тут звуть. Так, тут у нас новый тур. Денис Транс противолежащих. Это, по-моему, Евгений Кондраченко же вот так комментировал. Да, что там похоже. Кого лучше? Того, кто сильнее играет. В последнем стриме. Именно такую позицию, да? Комментировал. Ну, как-то там, по-моему, что-то белое. Ну, что, я понимаю, что если черным дать два хода подряд сделать, типа, а ЖС и СД4 выменять, то не будет лучше. Ну, на ЖС, наверное, белый как-то ЕФ4, там, что-то. Ну, воспрепятствует этому размеру. Тут надо ЕФ2 закрыть. Ну, в общем. А кто не играет черными? Аджан. Алиджанчик. Алиджан Ажанжая. Я знаю, это реальный игрок или нереальный игрок. Или кто-то шифруется. Задумался, Алиджан. Ну, есть над чем подумать. Да. Оказалось, соответственно, ну, что делать? То есть, какие там ходы сможет смотреть? Там, ЦБ6? У меня записано под ником Алиджанчик играет мастер спорта Кригор Андрей. Если такого нужно... Нужно еще вот АЖ7 и АФ5 потянуть. Ну, вот. Опять услышал. Сделал мой ход. Ну, я сказал ЦБ6. А, ну, кстати, да, он тут, наверное. Ну, тут непонятно. ЦБ2 Б6. То есть, перехватывает, да. Может, пока еще вопросы позадавать? Вижу, много вопросов. Василий, а в шахматы продолжите играть? Или уже все? Ну, что за глупость? Ну, что значит все? Я молодой человек. Вообще, завтра уже буду играть там, например, в онлайн-турнире, который французы проводят. А на следующей неделе планирует организовать мой матч с Камским. 3 плюс 2, 16 партий. Василий, расскажите про ваши онлайн-турниры. Как они у вас проходят? Там, как какие-то веб-камеры у вас стоят? Или как вот борете? Ну, пора на некоторых турнирах не ставят камеры. На некоторых вот зумы стоят камеры просто. А сколько камер? И какие? Я в этом совершенно не разбираю. Меня просили тогда зайти в зум. То есть, ну, я послушно выполнял инструкции. Ну, я видел. Ну, вот там, где вы играете, там, как будет? Ну, я думаю, то же самое будет. То есть, зум будет стоять. Я буду видеть. То есть, меня будут видеть. Я буду видеть своего соперника. То есть, это такое. Но это тоже делается не всегда. Ну, потому что у нас тоже вот онлайн-турниры начались. Там, шашка. Но видно, что кто-то пользуется подсказками. Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот эти подсказки. Это актуально только если турниры с призами или даже если без призов, то все равно пользуются? Все равно пользуются. Это то, что дело, что даже без призов пользуются. А зачем? Вот какая мотивация? Так, какой-то удар. Тех мучает этот вопрос, зачем? Нет, все-таки, ну, чем-то что-то хотят, что самоутверждение или чего-то. Я думаю, да, это самоутверждение. То есть, человек выигрывает даже с подсказкой. Он получает удовольствие. Причем, шашки, если ты выиграешь с программой, то чаще всего это какая-то красивая победа будет. Потому что счет, пины, комбинация. Человек вот наслаждается, там, обыграл какого-то гроссминстера. И он получает этого громадное удовольствие. Мне это не понять, во всяком случае. Но это не значит, что такого феномена не существует. Ну, возможно, если как бы сильный игрок, ему действительно кажется это странным. А так вот человек, он не может выиграть, он думает. Ну, конечно, это нечестно. Ну, понятно, то есть. Честности, речь не идет. Так, еще вопрос есть. Уважаемый Василий Михайлович, с кем из топ-шашистов вам удавалось сделать ничью или победить? Так, ну, с кем из топ-шашистов? Ну, Шварцмана я победил однажды во фрисландские шашки. Дальше. Ничью я сделал с Иваном Трофимовым. В стоклетке обычные. В рапид. Так, с кем еще? Могу похвастаться хорошими результатами. Ну, стоп вроде. Больше не удавалось таких достигать успеха. Но я надеюсь, что это у меня впереди. То есть я абсолютно не унываю. Фрисландские, получается, полегче играть, да, чем... Что? Фрисландские полегче играть. Ну, да. В сравнении со стоклетками. Все-таки там расчета больше, наверное. Ну, может быть, еще потому, что вот Гантварк назвал фрисландские шашки шахматами на ста клетках. Может быть, действительно, шахматисту вот эти прямые удары легче как-то даются, чем шашисту. Тем более шашисту, ну, постоянному, профессиональному. То есть, может быть, это дает мне какое-то преимущество. Не знаю. Ну, да, тут как бы шире поле видеть. Да. Ограничивать, действительно. Еще такой интересный вопрос. Скажите разницу по счете ходов наперед в шахматах и в шашках. Понимаете, тут количество ходов часто не имеет значения, вот даже вот в шахматные расчеты. То есть, вот я, и уж одно их шашисту я слышал тоже такую фразу, что дело не в том, насколько далеко считать, а важно понимать, что именно считать. И, например, в шахматах, ну, тоже важно вот чувствовать критический момент, что вот чувствовать, когда вот позиция, ну, есть выбор между двумя-тремя примерно равноценными по силе ходами, хотя могут вести к разным позициям. То есть, например, более острым, более спокойным или, там, скажем, что-то более рискованное есть, что-то там фиксирует ничью условно. То есть, такое возможно. А есть вот позиции, где вот цена хода очень высока. И вот именно прочувствовать этот момент, и в этот момент как-то напрячься качественно провести счетную работу, это большое искусство. В шашках, наверное, тоже это есть, но в шашках все-таки для меня еще проблема, что... Часто труднее представить, что в процессе боя исчезает несколько шашек из доски. То есть, в шахматах все-таки в процессе боя исчезает только одна фигура. Ну, с определенной тренировкой мне это уже удается. То есть, на доске 64, конечно, мне это удается значительно легче, потому что я вообще вот в уме эту доску представляю значительно лучше по весьма объясненной причине. Так, кстати, Баир Ренчинов, Гроссмейстер, тоже пишет. Каспаров говорил, что считает максимум на 7-8 ходов. В шашках сильные гроссы считают на 10-15. Вариативность больше в шахматах. Ну, я не думаю, что Каспаров максимум на 7-8 ходов считал. То есть, я могу, значит, привести простой пример, что вот однажды мы играли вместе с Каспаровым. На турнире в Линаресе. И вот играем, значит, идет тур, каждый играет свою партию. То есть, я не с ним играю, я с кем-то другим играю. Ну, и вот сделал я ход. Ну, и там прогуливаюсь, там смотрю на другие доски, тоже делает и Каспаров. И, значит, вот ходит ко мне, говорит, вот видишь, вот играет Анант Топалу. Вот тут Топалу входит, так, и, значит, была такая, другая возможность. И вариант мне выдает ходов на 10. Так что, это при том, что в этот момент человек играет свою партию. А представьте себе, значит, как считал, ну, когда действительно концентрировался очень серьезно. Так что, чтобы максимум на 7-8 ходов, ну, не верю. Тем более, у Каспарова замечательное чувство критического момента. То есть, если вот он чувствовал, что в позиции что-то есть, то он вообще вот уже считал до конца. Ну, конечно, еще время, если позволял. То есть, это тоже, конечно, фактор важный. Ну, есть другие шахматисты, которые вот предпочитают все-таки делать качественные, короткие сравнительные расчеты на 2-3-4 хода. Но на протяжении всей партии тоже стиль очень практичный, тоже имеет право на существование. Ну, вот, например, ярко выраженный представитель этого стиля – это Гатакамский. Ну, конечно, есть и многие другие. Но, я говорю, тут важно именно что считать. Потому что бывает, вот, далеко там просчитал, действительно, что-то увидел интересное. Оказывается, где-то на втором ходу что-то, значит, важное зевнул. И та вся счетная работа, ну, с практической точки зрения, коту под хвост. Наверное, подобное бывает и в шашках. Поэтому тут важно качественность расчета. Ну, даже со спортивной точки зрения. В шашке все-таки вариантов, ну, дерево вариантов не такое широкое. Ну, что в клетках не уверен, кстати. Ну, все равно там, как бы, пару вариантов. Не, ну, если закрытая позиция какая-то, все-таки пару вариантов и в длину считается. И потом в конце уже оценка, оценка вот этой финальной позиции, как бы, сходки. Ну, да. В зависимости от этой сходки, там, надеюсь, когда его посчитал, если она сходится, там, как надо. Идешь на нее, если нет, там, это сварка. Даже в русских там это гамбитная позиция в чью пользу. Ну, даже я знаю, то есть более-менее. Конечно, там, профессионалы в шашках в этом разбираются намного лучше. Кстати, у нас играет Антон Беликов против Дениса Дудко в партии. Кто такой Антон Беликов? Гроссмейстер он известный. Откуда? На юниорских соревнованиях. Ну, к сожалению, не знаю. То есть, опять же, ни о чем не говорится. А, Орск написано. Также шахматистка есть известная. Александра Горячкина играла матч на первые 100 миров в прошлом году. с Ювеню, это тоже она из Орска. Это Казахстан или все-таки Россия? Нет, ну... Россия. Это возле Казахстана где-то там близко. Это он какой-то FE5 худ сделал, его надо было. Шашку сейчас проиграет. Да, ЕD4, все. А, ну, может, все еще. Так, лампки. Нету ничьей, вроде есть, кажется. А как ничьи? Ну, и на F6 тоже. Не послали что-то. На ровном месте черное правило. Даже лучше было, там же аж два стало. Ну, какой-то центр, но стало. Все-таки Гроссмейстер выиграл. Блиц. Так, Ларри Мун непобедимый. Интересно, Вика Матричко играет на Гамблере? Играет, но очень редко. Сейчас же в стоклетке, в основном, она сыграла в одном турнире и выиграла недавно. В стоклетке или в русский? Не-не, именно в русский. Чего удивительно. Ну, кстати, также легче играть. После стоклеток играть в русский, это удовольствие. Ну, этот Гетманский мне тоже говорил, что после стоклеток, когда играешь в русский, то прямо крылья вырастают, может. Только у него, правда, не знаю. Не, так это у всех. У всех? Ну, конечно, наоборот, сложнее играть, потому что, наоборот, ты начинаешь с той клетки, там, где ход можно сделать рукой, как бы, там, по пониманию, ты начинаешь засчитываться. Ну, то есть, там, где не нужно, тратишь время, потом его в конце уже не хватает. То есть, пропадает чутье какое-то, что нужно надвигаться просто. А когда наоборот, ну, легче. Ну, понятно. Польше доски на малую. Так, тут Бистер Бист пишет. Юрию, привет из Кривого Рога. Быть может, когда-то еще в гости приедешь? Может, и приеду. Я какой-то сеанс там дал. Еще вопрос Юрию. А ты играешь хотя бы иногда в шахматы серьезные или легкие партии? Как оценишь свой уровень? Не, не играю. Ну, ты помни, на стриме рассказывал, что в детстве играл. Начинал шахмат. Да, ну, это закончилось. В детстве закончилось. Когда начали шашки, шахматы закончились. И полностью вытеснили. Так, смотрим новый тур, первый стол. Савельевич против Денис 13. Вот опять это острая позиция. Предлагаю ничью. Денис не согласен. Не, ну вот тут как бы основная идея вроде бы назад меня. Толстый черный поменяется. А в чем основная идея предложения ничьей? Там, на третьем ходу. Можешь объяснить? Ну, видимо, все варианты посчитал, знает-то. Ну, безусловно. Так почему? Ну, боится. Хочет ничью. И знает... Или вывез в соперника. Да, да. Знаешь, что соперник откажется. Немножко его понервит. Ну, город сместер предложил ничью. Обредите внимание. А, сместер? Задание поможет. Может, случайно. Ну, вот сейчас вот у черных больше ждательных ходов. Значит, у них, по идее, лучше позиция. Угу. Ну, так, такой общий принцип. Ну. Ну, здесь действительно должно быть лучше. Так вот. По ощущениям. А вот если было побольше шашек, то белые могли бы первые добраться до Б6, потом БЦ5, и у ЦД6 туда подрывать, и уже было бы непонятно. Угу. Сейчас, наверное, вперед, конечно, странно. Так, уже вроде симметричная. Теперь симметричная. Да. Суровня. БЦ3, ЕФ6. Все равно. Вот ЕФ6, это не та позиция, которую я не рассказывал. Преимущество у черных, все равно. Такие они поменяли сразу, чуть назад. Угу. Ну, вот тоже тут непонятно. Д3 он пошел. То есть, я уже 5, ЕД4. Там, как бы, куда ходить. Вроде бы черные прорывают. Так, вопрос еще тут есть. Василий Михайлович, решали ли вы логические задачи Реймонда Смальяна? Не понял. Что, что, что? Решаю ли я логические задачи и что? Я не понял вопроса. Логические задачи Реймонда Смальяна? Нет, не знаю вообще, кто такой Реймонд Смальян. То есть, его задача точно не решала. Ну, может быть, попробую. То есть, Смальян, да? Запишу себе фамилию, погуглю. Если вы спрашиваете, наверное, интересные задачи, то есть, я посмотрю, может, действительно, буду решать. Пока не знаю, о чем речь. Так, тут у нас ничья, да? Это какой тур идет? Ну, ничья, да. Седьмой тур идет. А всего сколько? Всего 11. А, то есть, уже не так много. Тут еще вопрос. Какую литературу лучше изучать, как считать в шашке? Это мне вопрос? Ну, комментаторам обоим задают вопрос. Как именно считать? Да. Ну, если, как бы, в общем счет можно развивать, решая комбинации и какие-то там тюды, стандартные, какую еще литературу. Такую литературу, как бы, ну, прочитал и научился решать. Ну, да, решать надо. Но все-таки дозировано. Например, на литературу все-таки вот эта функция, что рука хочет сделать код, это все-таки, ну, несколько расхолаживает. То есть, конечно, польза может быть, но так все-таки привыкать, что где-то наугад делаешь ход, потом даже вот не видишь. А оказывается, ход правилен, уже дальше смотришь, это... Просто решать, к примеру, нужно не только, ну, такие, как бы, комбинации и тюды, потому что, ну, там же отдача идет. А в партии-то расчет, он не просто из-за дачи стоит. Ну, почему? Ну, может быть, решение с тихого хода может начинаться? Ну, может быть, но чаще всего... На циклоза, например. Все равно, там, как бы, как бы, так, то есть, лучше решать какие-то вот позиции, где, может быть, больше таких ходов, какие-то форсы, где-то такое. Ну, это тоже от уровня зависит, безусловно. Ну, вот в стоплетке Ватутин, там, такие книги составлял. Да, я читал, да. Видео, там, даже помечал, там, например, сколько минут нужно потратить на решение, там, то или иное, то или иное. Ну, тоже, кстати, можно ставить время, то есть, и что успел увидеть, а потом проверять как-то это. Кстати, это хороший метод дисциплинировать, что не просто вот думать, а вот ставишь определенное время, то есть. И что успел увидеть, то успел, а потом проверяешь. Ну, там у него немножко сложно, потому что у него нету, как, таких прям форсированных вариантов, и непонятно, что искать. Там как из партии, просто нужно оценить. Ну, тоже важно, но это, опять же, от уровня зависит, насколько человек с помощником решать. Ну, это, там, у Марка Дворецкого была идея разыгрывать этюды или, там, разыгрывать какие-то позиции. Ну, то есть, если это помогает, то почему нет? Ну, вообще, вот какого-то универсального метода тренировок, наверное, не существует. То есть, что где-то каждый, как тренер, так и вот игрок, должен где-то выбирать для себя, что именно ему лучше всего подходит. Ну, есть какие-то общеполезные вещи, но именно для серьезного прогресса все-таки, вот, где-то каждый должен чувствовать свою индивидуальность и подбирать под себя. Ну, шашки все равно на таком первом этапе надо много порешать, потому что вот это так. Безусловно. В шахматах тоже немало. Так вот, у нас новый тур, да? Андрей Валюк против Артура Дальмурзаева. А, тут тоже известный канал на Ютубе-то. Разыграли известный дебют, но как-то они его нестандартно. Ульянов, 23, Е6. Велик обратный городской. Да. Да. Ну, что Валюк пойдет? Ну, ЦБ-4 допрашивается, да? Еще можно ФЕ-3 пока что. О! Услышал. Все. Я просто очень рад, что меня слышал. Ну, стрим остается секунд на 20 где-то, так что вряд ли они слышат. Ну, а телепатия, передача мыслей на расстоянии. Разве что телепатия, да. Кстати, такой интересный вопрос. Василий Михайлович, какую наибольшую сумму вы получили в качестве приза за шахматную карьеру? Ну, не помню даже. Какая сумма даже. Просто не помню таких вещей. Ну, наверное, за матч на первенство мира все-таки я там получил. Ну, какая там была сумма, может. Около 200 тысяч долларов, что-то такое. Неплохая сумма, да. Ну, я не знаю, как для матча на первенство мира. Может, ты не такая уж и большая. По-любому уже поймал на какой-то вариант. Ну, в шашках меньше суммы, чем в шахматах, намного. Да, а в теннисе больше или там в боксе. Да, согласен. Дзев-два можно. Или в гольфе, я не знаю, даже вроде большие суммы. Но есть разные. Но это все меняется. То есть я надеюсь, что и в шашках в этом плане ситуация улучшится. В всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Наверное, не только мне. Тут, ну, я дзв-два, если бой был вперед, это вот дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв-дзв. Так. Кстати, Евгений Кондраченко пишет. Тяжелый Сейбранс в 89-м делили 100 тысяч долларов. А, Чижов и Сейсбранс что, в 89-м что? Делили 100 тысяч долларов. Делили 100 тысяч долларов. То есть, в принципе, да, тоже неплохо. И они так ничью и сыграли этот матч, да? Насколько я помню. Сыграли в ничью, да. Вторую партию выиграл Сейбранс, а Чижов, по-моему, где-то в 18-й отбился. Вот, кстати, на днях смотрел матч, который играли Вирдой и Вирсман. То есть, довольно интересный матч. У меня такое вот сложилось впечатление, что вот основное внимание игроков было вот на дебютную подготовку. И вот, например, вот, скажем, ну, там тоже вот одну партию, вторую выиграл Вирсман. Это там две части матча была. Одна в Москве, вторая в этом. Ну, Валюк выигрывает пока что. Значит, так что могу отвлечься. Наверное, выигрывает, я так думаю. Сейчас не проходит идея, потому что есть, как и все. Так вот, значит, вторую партию выиграл Вирсман в московской части матча. В 16-й выиграл Вирдой в голландской части матча и сравнял счет. И так матч закончился в ничью. Ну, и вот я так видел, что вот, ну, много ничьих само собой. Ну, просто в позициях, которые вот они соглашались на ничью. Ну, то есть, ну, как на мой уровень, то есть, большинство, по крайней мере, за этих позиций, то есть, еще вполне игровые. Как на мой уровень. Понятно, что мой уровень не сопоставим с уровнем Вирдова или Вирсмана. Вот я хотел бы, пользуясь случаем, может быть, у Юрия спросить. Вот, вот если примерно вот те позиции, которые они играли, вот посадить их, где они соглашались на ничью, я имею в виду, вот посадить вот эти позиции все, ну, и пусть играют они же с контролем, там, скажем, ну, 3 плюс 2. Вот у меня лично были бы сомнения, что так бы все эти партии закончились в ничью. Ну, я не знаю. Может быть, нет, конечно, если время сократить, может быть. Я почему-то думаю, что, ну, там были бы и результативные партии, и не одна, но, конечно, я могу ошибаться. Ну, это же матч, они очень аккуратно его ставят. Не, ну, я не знаю. Стараясь, стараясь, они не играли в позиции. Да, то же самое примерно было в матче Сейсбранса с Андрейком, тоже довольно... Там Андрейко подкручивался. Ну, сложно сказать. Это в этом матче он его окружил, или нет? Ну, Андрейко с Сейсбрансом, где только один матч играли, насколько я знаю. В общем, я думаю, он там выиграл одну партию известную, в окружении. Там окружилось по многошасшему. А, что Андрейко выиграл? Да, да, Андрейко. Нет, нет, это не в матче, это мне. Это в том матче он ни одной партии не выиграл Андрейко. Значит, один матч. Значит, да, ту знаменитую, то не в матче он выиграл. Так, а что за Энншбель, так? Ничейный. Ставили банку. Да, на Б8, естественно, надо ставить. И потом... Зависли. А, зависли, понятно. Ну, конечно, сейчас более живые матчи идут, например. Те матчи Георгиев с Джефангом, потом Бомбстр со Шварцманом, далее. Ну, даже Бомбстр со Грюнендайк. То есть, такая довольно жесткая игра была. Ну, они, во-первых, играют чуть-чуть по другой системе. Ну, да, эти сеты я знаю, да, конечно. Поэтому контроль сокращают. Ну, да. Да, это тоже, конечно, имеет значение. То есть, я понимаю, как. Доска почернела. Так, у нас завершен тур. После восьми туров у нас лидирует Денис Тринадцатый, Денис Шогин. Денис Шогин. Интересно, играет ли он в Шоге? Тоже такая игра. Знаешь, Шучжов очень любит играть. А, или это вторая партия. А5, А7 против А2. Тут нельзя ходить по ФГ5. Вот, я думаю, они знают эту позицию. Вот, они надвигаются. Вот, да, опять стандартная идея. Черные, получается, будут сейчас подрывать их Е3. И как это оценить? Кого там лучше, хуже? Так, ход сейчас белых, да? Да. То есть, АБ2 так проходит? Ну, АБ2 и ФЕ3. Черный ФЕ3, да? Да, да. За черным ФЕ3. И потом, ну там, АЖ3, АЖ4 и еще раз. АБ2 пошел опять. То есть, я просто... Процент угадывания ходов высок у меня. Но, правда, я знаю историю, что как-то какой-то болельщик подошел к Сокову, значит, и хвастался, что он угадывал многие ему ходы. Вот, этот ход угадал. А Соков ему в ответ говорит, а вот этого как раз хода лучше я бы и не делал. Так, что угадать ход, это не всегда значит, что ход сильный. Да. Потому что ошибаются даже великие игроки. Так, еще есть вопрос. Василий, бывало ли у вас в шахматах такое, что вам в голову приходил очень сильный ход? Вы смотрели на соперника и понимали, что он тоже увидел его только что? Телепатия? Чтобы... Ну, наверное, бывало, но я не считаю, что это телепатия. То есть, это... Ну, когда оба сидят за доской, то есть, в принципе, вероятность того, что где-то мысли могут передаваться, довольно большая. Ну, бывает, и случаи, когда кажется, что... Так, я как-то не так... Когда кажется, что соперник увидел. У меня был такой случай, что я играл с сербским шахматистом Саша Мартинович, и я пошел слоном на А3 под размен при его слоне на Ф8. И мне казалось, что этот размен позиционно мне выгоден. Поэтому соперник не будет менять Сланова, пойдет там конем с Т6 на Б4. Но на самом деле, как раз после размена слонов у него был очень неприятный для меня тактический удар. После чего я попадал, значит, в критическое положение. И я этот удар увидел, там, такой нестандартный, довольно эффектный. Ну, и думаю, вот, увидит, не увидит. Увидит, не увидит. Ну, отошел от доски и жду хода. И, значит, смотрю, ход сделан. Вижу, побил моего слона. Ладно, думаю, все, капец вообще. Видит удар, там, позиция разваливается. Ну, какие-то призрачные шансы заскочить у меня есть. Ну, и у меня ладья стоит на А3. Ну, в общем-то, с точки зрения здравого смысла я должен бить ладья бьет А3. Другого разумного хода у меня нет. А я вот думаю, то есть, ну, я уже вижу, что удар последует. Думаю, что я буду делать. Ну, какие-то призрачные шансы вижу, но понимаю, что дело весьма плохо. Соберет, недоуменно на меня смотрит. Ну, что ж, я не бью слона. То есть, я, значит, в какой-то момент подумал, потом делаю ход. Я бьет им, предлагаю ничью. Ну, соперник подумал несколько минут и согласился. То есть, оказывается, потом выяснилось при анализе. То есть, удар, которого я так страшно опасался, он не видел. То есть, так получается. А я был уверен, что раз он идет на размен слонов, то он видит удар. Потому что позиционно я считал, что от этого размена ему лучше воздержаться. Ну, конечно, это не гарантия, что этот удар бы он не провел. То есть, подумал уже после того, как я побил слона. Ну, такое, что бывает, вот мы слишком, как бы... То есть, я в тот момент, когда он побил слона, я был уверен, что он видит удар. Ну, по словам моего соперника, это было не так. Так что иногда, может быть, мы что-то себе надумаем. Ну, и не секрет, что не все игроки, ну, я имею в виду шахматистов, о шашистах я меньше знаю, скажем, искренне после партии. И так вот рассказывают, что видел, а что не видел. То есть, ну, я думаю, что мой соперник действительно не видел удара, но, скажем, бывает, что человек что-то видел или, наоборот, не видел, но в анализе как-то, ну, темнит. Так, еще тут есть вопрос. Как оцениваете шансы Прагнандихи или его переоценивают? Кого, кого? Прагнандхи. А, очень простая фамилия на самом деле. Значит, это, значит, нужно просто понять, что есть такой город Прага, столица Чехии, и есть шахматист Ананд. И тогда, значит, сопоставить получается Прагг с двумя буквами Г, далее Ананд, и на конце еще Х. То есть, фамилия очень простая на самом деле. Как я оцениваю его шансы? Ну, мне трудно сказать. То есть, отдельные партии я видел, так что специально я его изучал, то нет. В прошлом году я с ним играл на турнире в Сиджесе, это в Испании. Еще такой турнир, живой турнир. Ну, довольно легко выиграл белыми. То есть, где-то влепил мат в ходу уже на 25-м. Ну, по этой партии, скажем, ну, так. Мой соперник большого впечатления своей силой на меня, понятно, не произвел. Ну, конечно, делать маты глубокие на основании одной партии тоже глупо. Ну, то есть, есть такой шахматист, достаточно интересный. Я слышал, что с ним Крамник занимается, например. Ну, не знаю, насколько, во-первых, это правда, и насколько это интенсивно. Ну, будущее покажет. Тем более, сейчас, ну, не знаю, когда вообще теперь последуют, ну, вот, живые не онлайн-турниры, потому что онлайн-турниры, ну, все-таки, в любом случае имеют свою специфику. И, наверное, у молодого поколения выше шансов в онлайн-турнирах даже за счет более быстрого пользования мышкой. Ну, там не только, там как-то какое-то восприятие другое. Ну, и это тоже. Ну, мозг как-то по-другому воспринимается. Да нет, сидишь за компом, да-то, или там под этой камерой, да, конечно, другое. Сидишь дома, да, то есть. Ну, то есть, кому-то это лучше, кому-то хуже. Ну, вообще, вот, все, что связано с техникой, то есть, с компами, там, с интернетами, все-таки, ну, там, с компьютерными программами, я считаю, что, ну, тут молодые имеют явное преимущество. Ну, конечно, они же. Потому что они с этим выросли. Так, ну, хорошо, как оценить позицию, а то мы вот отвлекаемся. Да, 10-е туры играет Денис Шогин против Валеслава Безядина. Да, то есть, ну, что, значит, в книгах написано, что если Черный Буддаст успешно решить проблему с отсталой шашкой H8, то у них будет лучше. То есть так. Ну, конечно. Прямо про эту позицию написали? Ну, про похожие. Прямо про эту не утверждаю, что там писали. Ну, позиция достаточно стандартная, так, как по мне. Непонятно, что мне могут ляпаться. С E5 как-то же H2. Кстати, вопрос Юрию. Чем закончился конфликт Юры с EDF после суда в Швейцарии? Когда истекает срок дисквалификации, планирует он участвовать в турнирах EDF в будущем? Да, интересный вопрос. В прошлый раз уже спрашивали. Как бы ушли от ответа. Ну, можно, конечно, ответить. Ну, дисквалификация была до 2019 года. Получается. То есть она уже как бы истекла сама собой. Но решение суда было в 2018-м. И по решению этого суда дисквалификация тоже была отменена. Плюс с EDF должна была выплатить 5000 франков швейцарских компенсации. Это где-то 5000 евро. И еще потом, позже, по другому решению, еще 1000 франков. Тот взнос первичный, который я платил в суд, чтобы подать иск. Вот эти 6000. EDF должна была выплатить, но она их не выплачивает. То есть, видимо, там какие-то принципы свои. Что, не знаю, как бы долги отдают слабо, или не знаю, как это называется. То есть, просто не отдают. Хотя, ну, все время участвовали и в процессе судебном, и как бы у себя же в правилах написали, что спортсмен может обжаловать в этом суде решение этического комитета EDF. И в ходе процесса как бы все время участвовали. Но когда решение вышло негативное, то решили как бы просто его игнорировать. И все. И вот так вот себя ведут. И мало того, даже там такие мелочи, то есть, как бы, когда было заседание суда, ну, там, по онлайн было, по телефонном режиме, судья предложил, как бы, ну, решить этот конфликт самим, внутри, как бы, ну, между нами, между EDF, чтобы не привлекать сюда. Потому что там немножко вопрос был юрисдикции, там, видимо. И, как бы, EDF пошла навстречу, ну, как они сказали. И они говорят, да, давайте мы рассмотрим. То есть, я подал иск к политический комитет IDF. Ну, как бы, IDF не дисквалифицировала, а я еще подаю иск, что, как бы, рассмотрите дисквалификацию, ну, как бы, по процедуре. И плачу 100 евро. То есть, там, ну, по правилам. IDF. IDF в ответ на это дисквалифицирует всю Украинскую Федерацию. То есть, как бы, они, видимо, решили, что, ну, как бы, пообещали разобраться, а на самом деле, ну, так вот решили просто замять этот вопрос. И сказали, что рассматривать мы не будем, потому что Украинская Федерация не является уже больше членом IDF. То есть, вот так вот они решили его закрыть. И он говорит, пришлите счет, мы вернем вам 100 евро. Ну, как бы, мы тогда обратно в суд пошли, и суд уже вынес решение. И после этого ни компенсацию IDF не возвращает, и даже 100 евро эти забрали. То есть, вот так вот закончилось. Да уж. Ну, а дальше, не знаю, как бы, то есть, ну, как бы, теоретически я там играть могу, но просто, как бы, смысл ехать, я не скажу, а то я тебя не включу там. Да, понятно. Такая ситуация. Да, тут еще вопрос. Василий, скажите, будет ли Алиреза новым чемпионом мира? Не знаю. Тут еще в какие шахматы? В быстрые, в блиц или в классику? Сложно сказать вообще. А еще вопрос. Правда ли, что сейчас средний гроз в шахматах знает больше, чем Фишер в начале 70-х? Да нет, конечно. Вранье. Фишер знал очень много и имел колоссальную память. Так что, думаю, мало кто знает, сколько, сколько Фишер даже в то время. Ну, еще и помнит при этом. Пишут, шашкам может нужен такой же Дворкович, чтобы порядок навести? Ну, вы знаете, я Дворковича практически не знаю. то есть, насколько он, его можно считать как бы образцом на ведение порядка в шахматы, мне, ну, судить трудно. Ну, что, вот, скорее и Люмжинов уже я бы посоветовал шашечному миру. Или Георгиусом Акроповусом. Так, у нас последний тур. Смотрим игру двух гроссмейстеров. Андрей Валюк против Антона Беликова. Интересный вариант. Бразильский хорошо за черных выбрать. Что, бразильский? Бразильский за черных интересный вариант, потому что ходим 25, там удары, потом вторгаемся CD4 и удары вот F7 бразильские, 35, А1. А врусске X7 и 6, белый. А, это Вигман написал свои кида, да, да, ошибка. Ну, он там, кстати, ошибками писал. Вариант так там трошит там не тоже. Уже другой вопрос. Артем Тарасов был хорошим руководителем в шахматах. Артем Тарасов? Да. Он и не был руководителем, он там скорее был бизнесменом, так, чтобы он чем-то руководил реально. Может, где-то в организации какого-то турнира помог. Но он так появился чисто эпизодически на очень короткое время, я о нем мало знаю. Ну, я видел его, да, лично знаком, так, чтобы даже считать его руководителем, то не сказал бы. Тут спрашивают, Василий Михайлович Вигмана читал? Читал, да. Не только Вигмана и Купермана читал. Тут Евгений Катраченко добавляют. Шаус многих читал. Евгений Катраченко добавляют, у него и моя книга есть. Да, это уже правда. Какая самая любимая Шашист 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 Вигмана все-таки Куперман. Какая позиционная игра на стоклеточной доске, что-то вот такое. Такая красная книга. У него разные темы разбирает. Все-таки нравится мне. А, еще очень мне понравилась книга Владимира Каплона. Там как-то непонятно, что он то ли в русский смотрит, то ли в бразильский. Как раз мне это очень нравилось, я мог сравнивать. Это, видимо, был пул-чекер. Это не русский, не бразильский. Это такая разновидность Шашек 64, где нет правила большинства, но есть два правила для дамок, как бразильский. Не, там же было, ну, взять, я же назад существовала, так же. Существовала, да, существовала. То есть там, я же говорю, все как бразильский, только нет большинства. Называется пул-чекерс. Да, ну, тут тоже очень интересная книга, именно по дебюту, дебюты разные разбирал, я учился по этой книге. Именно не чекерс, а пул-чекерс. Ну, это, не, там это не пул-чекерс, там как-то по-другому, я уже не помню, как она называлась. если Капланду сто процентов. Ну, хорошо. Владимир Капланду. Так, что такое? Лишняя шашка убил? Лишняя пешка, да. Да. пешка, будешь... шином нет. И что? А, жертва будет. Конце. это можно бежать а тогда Да, 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 понятный жертв. Может быть, мы можем просто рядочный. Или сейчас отдать. А, сейчас можно, да. Отдать и занять позицию. Да, выигрыш. Да, техничный. Андрей так и делает, конечно. Да. А, ну тоже. Тоже ничего. Пойдем в А3. Все, выигрыш. Задумал пойти в А3. За Ц3 и ЕД6. Тогда бы мы меня А7, а отдали бы шашку ЦБ4. Отрезали Большако. Так, Пенгелла Римун. Четыре против двух. Все. Кстати, я уже в шахматах в шахматах использую шашечную терминологию, а в шашках шахматную. Например, вот вот как-то мне трудно привыкнуть к этим шашечным. Длинный, короткий фланг, то я говорю ферзовый или королевский, что в русский, что в 100. Мне как-то так легче воспринимать. Если честно, я тоже не надо путаю где длинный, где короткий. Да, вот ферзовый с королевским я не перепутаю. То есть слишком много лет все-таки представляю, где стоит ферзи, где король. А в шахматах все-таки используют такие термины, как большак, двойник, тройник, ну, соответственно, для этих диагоналей. А тут тоже четыре против двух. Ну, это теоретически выиграло. То есть я знаю, что нужно поставить ц5, д6 и д8 и тогда где даже можно было бы иметь шашку на уже один. Ну. Так, у нас закончился турнир. Турнир выиграл Денис 13, Денис Шогин. На втором месте Андрей Валюк. На третьем Сергей Александрин. Ну, поздравим победителей. Да, четвертый коньяк. Сергей Александрин отсюда. Цемлянск пишет. Это где? На земле. В России. В России даже. Ну, где именно, хотя бы примерно возле Москвы, возле Питера, возле Рязани или где это хоть, или где-то на Урале, то есть. Не знаю. С географией России не так знаком сильно. А какое место занял Юля Макаренко? Сейчас посмотрим. Коньяк, четвертый, декадыва, пятый, перфект, шестой, Спартаковец, седьмой, лидер, 83, восьмой, ларимун, девятый, ПМГ, десятый. Вот Владислав Валюк Палочка Ник двенадцатое место занял. Палочка неплохой Ник. Так. У Юлия Макаренко что-то не видно. Может снялась с турнира? Выпула, Может интернет просто пропал. Тоже вариант. Кстати, весьма вероятно. А вот, госпожа Удача. Наверное, интернет у нее пропал. Пятьдесят пятое место заняло, Нет, интернет пропал, просто не доиграло, наверное. Это у китайцев кстати большая проблема, они в шашки играют онлайн. И вылетает у них интернет. Ну, все. Не могут ее. Все, до свидания. очень неприятное состояние. То есть, ты играешь и как бы думаешь, никакой ход сделать, а вот успеешь ты вернуться после вылета или нет. Поэтому я когда играю в турнире, соглашаюсь играть в турнире по интернету, то я говорю, чтобы мне не платили гонорар заранее. Потому что, ну, например, вырубят мне интернет, и что тогда делать, придется как-то возвращать, это через банк. Я говорю, давайте сначала я сыграю, когда все в порядке, тогда уже пришлите мне, пожалуйста. Так, динистр нация смотрю, не проиграл ни одну партию, пять мячих сыграл, остальные выиграл. Молодец. Так, Андрей Валюк проиграл одну партию Макрота, Артема Гейкина во втором туре. Тут не подсказывает Ростовская область, Цемлянск. А, Цемлянск, Ростовская. Ну, у меня дядя из Ростова мог бы знать, что Цемлянск из Ростовской области, но не знал. Теперь буду знать. Так, ну что, Василий Михайлович, покажете партию свою какую-то, может, шашки. Так, шашечную партию, ну, так, значит, что технически я должен делать? Я должен зайти на гамблер или как? Или там вы как-то будете делать эти ходы, я буду говорить или что? Просто как это технически? То есть, в принципе, партию я вам подготовил, даже вам прислал. Лучше, чтобы вы, наверное, зашли, создали стол, так, мне кажется, лучше будет. Хорошо. Мне нужно зайти на гамблер, да? Да, да, свернула, тогда так, я зайду тогда на гамблер. Так. Тут уже просят сыграть в шахматы, кстати, в чате. так, не все сразу, я не могу и партию показывать, и тут же в шахматы играть. С чего начнем, тогда скажите? Давайте с партии, потом. С партии, хорошо. Так, значит, тогда я, значит, иду с шашки, так, так, минутку, вы меня вчера учили, то есть, если бы, я еще помнил, новая игра, новая игра, так, шашки, шашки, и снова, так, теперь, значит, стоклеточные шашки обучения, видите? Да, все правильно. Так, я должен вам это еще стол показать, как я понимаю, для этого я должен еще и видео включить. Не, просто объявить, нажмите. Не надо видео, просто объявить. а не надо демонстрируйте. не надо, просто объявить, я сам перейду в вашу доску. А, тогда подождите, подождите, тогда я это закрою. Так, значит, тогда, минуточку, потому что, видите, я не такой спец. Так, где это все? А, новая игра была, да? Да. Я его не объявил. Так, минуточку, что за... А, это не у меня, может, это у вас, да? А, вот, а, вот, так, я должен объявить или начать игру, Объявить. Объявить. Так, объявить. значит, и что теперь? Вижу ваш стол, можете показывать, да? Да, можете показывать. Вот, так. Ну, то есть, партия, которую я хочу вам показать, это я играл на турнире в Карпаче с польским мастером Дамьяном Якулмом. То есть, партия была довольно интересная, мне она запомнилась, закончилась она в ничью, хотя, значит, вот у меня была возможность выиграть, но я ее не использовал, объясню, как это произошло. Значит, то есть, можно уже делать ходы, так, то есть, как это делать? Что-то я пробую ход сделать, что-то не получается. Я правильно все делаю, да? Начать игру. Да, начать игру и делайте ходы, Так, делаю ходы, 31-26, то есть, это так, то есть, что такое, я хочу 36-31 сделать так. Вы белыми? Я белыми, да, 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 вот этот дебют, так, пошел 31-27, но знаю, что если 17-22, то можно 2 на 2 поменять, правда видел, что когда вместо 1 шашка 5 пустует, то есть, то есть, 5 стоит на А1, 5 стоит А1, то есть, если черный начинает 19-23, то я видел, что, например, Валдерис несколько раз на 17-22 не менялся 2 на 2, а ходил 36-31. Насколько это сильно, не мне судить, но раз это играл Валдерис, то, наверное, это заслуживает и бани, то есть, подозреваю, что и в этой позиции на 17-22, 36-31 тоже интересный ход, но я бы все-таки разменялся 2 на 2. Так, ну ладно, значит, так, он пошел 20-24, так, так, минуточку, минуточку, 36-31 я пошел, значит, ну и он, поменялся на 21, ну, то есть, связку допустить на 26, в принципе, возможно, ну, я могу 41-36, значит, он меня свяжет, ну, как-то неприятно с мастером сразу попадать под связку, ну, то есть, хочется пойти 31-26, но вижу, что это проигрывает сразу, потому что закроется там два, в смысле, закроется 7-12, и потом, значит, проведет 23-29, то есть, такую элементарщину, вижу еще, я поменялся, побил, так, он поменялся, и теперь, ну, то есть, теперь я уже счастлив, что на любое взятие я могу провести 31-26, ну, остаюсь немножко пассивной шашкой до 26, по крайней мере, не попадаю под связку, там, стою неплохо по темпам, то есть, более-менее позиции доволен, то есть, я, может быть, объективно она чуть-чуть лучше, по компьютеру она равная, то есть, ну, во время партии, конечно, этого не знал, то есть, более-менее оценивал, то есть, поменяли, победили, так, значит, минуточку, так, сейчас, так, 14-19, 45-40, 10-14, 40-34, 8-12, 41-37, более-менее нормальные ходы с обоих сторон, по крайней мере, как я это воспринимаю, то есть, поменялся сюда, поменялся, значит, ну, тут 18-23, тоже, вполне нормальный ход, то есть, 44-39, то есть, черные пошли 13-18, ну, конечно, разные планы, ну, можно было играть, как я говорю, на королевском фланге, для этой цели, там, там, можно было пойти 14-20, если нападут, то там, побить вперед и пытаться как-то активизировать, ну, хотя, если черные стремятся в классику, то в подобных ситуациях, может быть, так, если, кажется, ничего не зевает, то можно и так побить, в принципе, как-то, не в духе позиции. Возможно, ну, то есть, если с точки зрения стремления к классике, ну, может быть, больше в духе побить вперед. Так, теперь, значит, я должен вернуть назад, это не такой, в принципе, важный момент, пока еще в партии были более важные моменты. Так, значит, то есть, я пошел 44-39, так, значит, 13-18, так, 32-27, то есть, ну, за поле 28 мне не так просто бороться, потому что черные всегда могут поставить олимпики, там, разные угрозы создавать, поэтому я пока как-то пытаюсь обволакивать этот центр, насколько я это умею, то есть, сделаю какие-то ходы, там, 32-27, 9-13, значит, 37-32, 7-11, ну, то есть, вижу, что человек, одна из идей пойти, может быть, 12-17, вызвать, там, какие-то размены, ну, хожу на 25, ну, конечно, не настолько я был наивен, чтобы думать, что мастер пойдет здесь 12-17 и зевнет стандартную комбинацию, ну, просто, конечно, я ее покажу, тоже, то есть, так, то есть, и потом хожу на 21 и, и, там, и провожу на 5, ну, мастера, там, не будучи вцепнуть, и находясь в здравом уме, такие вещи, конечно, не зевают, так, значит, так, значит, то есть, последний ход я сделал 25, то есть, он пошел на 15, то есть, чтобы мои угрозы уже не существовали, ну, вот, и я хожу 42-37, но здесь вот, вот стоит какая-то позиция, ну, пока, ну, вроде, стороны играли более-менее стандартно, то есть, возможно, разные планы, ну, как-то вот, иногда пытаюсь в шашках мыслить шахматными категориями, ну, вроде, вот, Капаблан когда-то говорил, не делайте пешечных ходов на том фланге, где вы слабее, ну, то есть, ход 2-8, ну, я бы, наверное, не сделал в этой позиции, хотя ход, может быть, неплохой, то есть, наверное, это дело вкуса, ну, можно было уже, конечно, пойти 12-17, уже эта тактическая угроза миновала, то есть, я бы, наверное, менялся там 2-2, ну, играл бы как-то дальше, то есть, ну, черные могли, конечно, пойти 4-9, готовят образмен на 20, то есть, дело вкуса, но соперник почему-то пошел 2-8, значит, ну, я пока что 47-41 пошел, ну, здесь он пошел 12-7, то есть, я меняюсь, бью, ну, естественно, на мой вкус, лучше выглядит взятие назад, чтобы как-то вот этот ферзовый фланг был более укреплен, потому что взятие вперед, ну, вот мне кажется, ну, так на мой вкус, несколько странно, хотя, может быть, я не совсем правильно понимаю позицию, потому что это как-то вот, это 6-11-17, ну, мне бы, ну, то есть, я бы побил назад во всяком случае, но это, я не знаю, повторяю, может быть, это дело вкуса, то есть, но он побил вперед, то есть, я пошел 37-32, так, он пошел 17-22, так, значит, так, все ли я правильно, так, 12-17, все правильно было, так, так-так-так-так-так, значит, минуточку, минуточку, то есть, побил вперед, 37-32, 17-32, так, 48-42, да, ну, то есть, конечно, ничего страшного здесь для черных нет, то есть, при желании может поменяться 2 на 2, то есть, 22-27, и потом, значит, 23-28, но тут мой соперник начал делать что-то странное, он еще так пошел, и я пошел 42-37, и, значит, полез ставить этого кала, то есть, как-то, ну, очень странная игра, то есть, для меня, как я говорю, на мое понимание шашек, то есть, может быть, он рассчитывал, что я нападу, и он там выгодно поменяется 2 на 2, но тут я как-то уже чувствовал, что, ну, что, что-то соперник мой делал не то, делает не то, и, так, вроде я оценивал позицию правильно, то есть, я уже играю так, на выигрыш, то есть, я меняюсь на 28, ну, и как-то, значит, шашка 27 слабоватая, значит, он нападает, я меняюсь, ну, и как-то видно, что ферзовый фланг довольно слабый у черных, и, значит, по позицию я оцениваю, как опасно для черных, ну, причем, мне во время партии казалось, что черных следует ходить 13-18, по крайней мере, не пускать на 22, ну, тогда я собирался подходить, значит, через поле 31 на 27, ну, то есть, черные могли, например, куда-то идти 24-29, я бы поменялся назад, но у меня, значит, королевский фланг нормальный, не слабый, у него ферзовый слабый, то есть, ну, по оценке у меня лучше, но тут соперник же еще усугубил дело, что он пошел 3-8, я, конечно же, пошел вперед, и тут вообще уже сильно запахло жареным, потому что, как бы, ну, хочу идти на 21, значит, если пойдет на 12, я могу поменяться, там, как-то совсем плоховато будет, и человек, значит, ходит 6-11, вот это, значит, как бы первый критический момент в партии, вот я чувствую, что здесь что-то есть, то есть, я понимаю, что, ну, уже как бы позиция согрел, созрела, значит, для каких-то ударов, или для конкретного решения, то есть, понятно, что у меня сильная атака на этом ферзевом фланге, или как там его называют, коротком, то есть, понятно, что там два основных хода кандидата, которые стоит рассмотреть, это, значит, 26-21 и 32-27, и вот что происходит, и если у меня время, то есть, я думаю, вот надо напряжься посчитать, то есть, и первая мысль, значит, пойти 26-21 была в эту, но в партии я пошел 32-27, но просто покажу, что происходило, значит, то есть 26-21 ход выигрывал партию, значит, почему я его не сделал, то есть, я понял, идея какая может быть хода 6-1, то есть, что если 26-21, значит, хочет типа напасть, но я увидел, что нападение не работает, из-за такой вот присоски, и как бы не бил, то есть, я достаточно легко выигрывал, то есть, ну, мне трудно было поверить, что мастер такое зевнет, поэтому я, значит, задумался, ну, хорошо, значит, то есть, проверил, что нападение не идет, значит, что он хочет, так, как этот ход сделать назад, ну, я начал думать, значит, то есть, ну, граждан напасть, там, то есть, ну, что ему делать, я увидел, значит, ход, этот, как там, 8-12, я начал рассчитывать ход за черных, так, сейчас только я не могу сделать ход, почему-то, я хочу сделать ход 8-12, а он не пускает, алло, назад, может, гамблер завис, гамблер завис, так, ага, ну, еще раз делаю, 26-21, а не, гамблер завис, к сожалению, как раз в самом интересном месте, видите, назад если еще раз или не идет, назад, назад пару раз, потом походить, а вперед почему-то нет, то есть, а сейчас походить просто, ну, сейчас вот он, вот, 6-11, вот пошел, не могу сделать ход, почему-то, сейчас 6-11, не делается, да, 6-11, почему-то не делается за него ход, а другой какой-то сделать, ну, тоже не делается, пропал 4-10, понятно, безумный ход совершенно, ну, просто, проверить технику, А назад еще раз делайте, назад, идет он? Назад, пожалуйста, сколько угодно, да, назад идет, а ну, вперед же мне нужно. А ну, сейчас за белых походите ход, это что вы сделали, еще раз походите. Хочет, не хочет? Вперед не хочет, я хочу пойти на 22, то есть, как я и пошел, и правильно пошел, то есть. Тут подсказывают, Евгений Катраченко, нажмите перезагрузить в левом нижнем углу гамбер, гамблера. В левом нижнем углу гамблера, так, есть такое, ага, так, тут настройки, запрос, переподключиться. Да, 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 переподключиться. Так, переподключиться, да, ага, значит, то есть, ага, что такое? Что, не получается, что мне делать, я не знаю, может, а, может быть, просто как-то выйти из гамблера и опять зайти, но тогда, правда, опять все на новое придется ставить, я не знаю, как это делать. Нажимаете, переподключиться, она, например, выходит или нет? Сейчас, вот, переподключиться, а, вот, переподключил. так, так, сейчас попробуйте. Ну, не могу сделать ход, елки-палки, что такое вообще? Не могу пойти на 22, не знаю, как выйти из ситуации. А попробуйте еще закрыть гамблер и открыть гамблер, то есть, закройте просто свой гамблер и по-новому откройте. Ну, тогда, значит, это все придется, или вы позицию поставите мне сразу? Вы сможете мне эту позицию? Или что, опять сначала буду крутить, что ли? Вроде бы останется позиция, попробуйте закрыть и открыть. То есть закрыть, да? Значит, хорошо, так, покинуть, обучение завершить, да? Не-не-не-не, просто закрыть гамблер вверху, полностью закрыть. Программу гамблер закрыть и по-новому открыть. просто программу закрыть. Покинуть клуб, да? Покинул, да-да, и по-новому запустите гамблер. Покинул, так, теперь, значит, так, минуточку, так, опять запущу. Так. О, есть позиция. Так, отлично. Так, но ход не могу сделать. Позиция-то есть, а ход не хочет. Надо же, в самом интересном месте. Такой глюк. Программа. Что мне делать, подскажите? Придется тогда по новой двигать. С нуля. Ну хорошо, тогда значит что? Я вообще выхожу, да? Ну я надвигаю, ладно. Ну стол надо закрыть, стол и по-новому два стола надо создать. А как закрыть стол? Ну крестик вверху, там покинуть стол. А, завершить обучение, да? Да, 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 и по-новому создать обучение. Так, значит, игра завершена. А теперь это тоже закрыть, наверное, да? Новая игра, да? Да. Так, шашки, стоклетшие шашки обучения. Так, значит, теперь объявить, да? Объявить я должен нажать. Да, да, объявить. И начать игру, да? Так, делаю ходы. То есть, так, поехали. Так, значит, так, 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 так. 27, 24. Так, 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 так. Вымен, 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 вымен. напал пошел съел 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 так что-то 45 40 10 14 40 34 8 12 41 37 5 10 так поменял поменял так 17 23 44 39 13 18 32 27 9 13 37 32 7 11 30 25 с ловушкой которые уже показывал примитивной 42 37 28 но ход мне странный то есть но и вот это взятие вперед мне не нравилось я уже говорил я бы побил назад лично то есть так 37 32 17 22 значит так 48 42 но и здесь какой-то безумный совершенно плану 11 16 потому что чуть куда не шло но а ну здесь уже кстати грозит то есть 11 16 довольно безумно правда может подождать например 3 8 если я заберу то там 16 на 21 шашку он отыграет но там надо считаться что я отдам как-то эту шашку и там буду подвязывать и он может это был лучший выход ну потому что так как он пошел то он пошел на 27 вот это вот этот отрезок как то вот мой соперник играет очень странно то есть шашка слабый он нападает если я то есть здесь у меня ну здесь он уже обязан я считаю был ходить на 18 не пускать по крайней мере меня мере меня на 22 но я бы подходил на 27 стою лучше но черный бы там как-то активничали на королевском фланге пошли бы там 24 29 я поменялся назад ну лучше ну может черный удержится но так как он сыграл то он пустил меня сюда то есть значит и и и мало того ну тут же плохая позиция он еще так пошел здесь просто вот вот я чувствую что вот-вот победа близко и вижу что могу пойти значит на 21 и значит и в случае нападения я имею эту присоску и выигрываю на любое взятие да но значит я продолжаю расчет думаю ну что же такое может быть я чего-то не вижу и думаю ну что может хотеть мой соперник но думаю наверно значит он хочет пойти значит так и . опять что не зависли что такое что за ерунда не могу сделать ход на самом интересном месте да какая-то магия просто что что за ерунда или просто рассказывать вообще уже это место так чтобы люди представляли вслух но я могу конечно рассказать то есть а с кем вы играли сейчас подождите с решкой да не я кубик а я кубик а может есть партия натурный бейс на да 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 есть партия у вас есть я вам прислал эту партию я есть текст партии то есть я по-другому это фамилия я кубик да да так и пишет за первая буква джей английской кубик дамьян да 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 есть партия это которая в 2018 году да которая ничью за потому что потом следующий у него все-таки выиграл а все-таки добили да все-таки вот как бы вот это мое желание выиграть все-таки спустя какое-то время реализовался правда это уже была другая партия я играл черными я выбрал ничейную потому что та значительно длиннее это тоже кстати фактор но и это мне очень запомнилось то есть 26 21 я скинул ссылку на нее да и что я должен сделать сейчас может Володя просто ее откроет а вы будете ага я в скайпе ага да 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 ну хорошо то есть я конечно могу рассказывать так ну потому что в принципе не ну так вы будете рассказывать просто будет хода еще будет делаться угу угу ну то есть фактически с чего началось что значит конечно в идеале ну которого трудно достигнуть в идеале было бы если бы я видел что на ход 8 12 есть сравнительно не сложная комбинация это значит 21 17 25 20 и 35 30 и потом забираю на 7 но увы но увы во время партии этого не видел и поэтому значит на ход 8 8 12 я рассчитывал не что то есть я переключил на партию василий можете посмотреть видно мой экран то есть сюда я должен смотреть да как я на показ экрана мой показ экрана я вам открыл да а а а как я его должен видеть то есть ну в скайпе то есть в скайпе я должен так видеть а а так то есть где-то ход уже так а ну я что а как мне дойти до нужной позиции вы просто говорите вы просто говорите говорите какой ход я сделаю куда 25 20 так так минуточку где-то я пошел так минуточку какой ход а а 3 о 3 8 я стоял то есть 26 21 выигрывала да выигрывала благодаря комбинации значит я просто расскажу из-за чего за что я считал то есть то есть то есть 26 21 я я кстати имел тоже очень хорошую идею то есть вместо 32 27 26 21 у меня была идея я не видел к сожалению этой комбинации но у меня была идея что сразу напасть же не могу с 16 из-за из-за 12 17 и бьет на 41 поэтому у меня была идея отдать сначала значит 32 28 он бьет тогда только напасть на 16 если присасывается с 37 то я слишком много забираю и выигрываю но значит я продолжал считать этот вариант значит я считал что он нападет значит с этого самого с 18 я побью на 7 он побьет на 27 я поставлю куда-то дамку и он пойдет на 31 и вроде значит он тоже идет в дамки и суть такая что там надо было дамку поставить именно на 2 чтобы там она в петлю не попадала и когда он идет на 31 то работал вот этот мотив значит снова 25 20 и 35 30 в том варианте ну вот это вот я доходил в расчете до той позиции когда он играет 27 31 вот пытался найти выигрыш не находил его и не решился пойти на этот вариант из-за этого понимаете вот такой вот то есть это была бы конечно красивая победа почему-то у меня мазила тоже слетела смотрю не показывает в эфир ну ладно ну в принципе самый главный момент парты там дальше было тоже много интересных моментов в принципе я бы конечно с удовольствием бы их показал но раз такая ситуация то давайте делать что-то другое просто чтобы людям не морочить голову что самый в принципе интересный главный момент я все-таки рассказал и объяснил что то есть вот этого мотива 25 20 фактически два раза я не видел именно из-за той комбинации которую я не увидел и в том варианте который я все-таки как бы это считал но после 27 31 не увидел этого завершения кстати понравилось зрителям что вы там говорили про ферзевый и королевский фланг ферзевый это что-то новенькое и связывает две прекрасных игры написали кстати по этой партии можно сказать я кубик играл 100 клетки ну так вот он строился там вперед менялся захватывал пункты активные мы вот ну как бы играли в шахматы с ним просто пересчитали ну не до конца пересчитал потому что все таки не довел до победы партии ну спасибо ну что дальше делать будем так зависла двигается вообще ничего там мазила что-то у меня скинуло мазила не показывает в эфире сейчас оставим эту партию а что не показывает или может перезапущу мазилу но мазила не почему-то не показывается в браузер в эфир у меня не знаю почему сейчас еще попробуем у меня вот этот хром вообще а ты имеешь ввиду зрителей ничего не видят оно показывается пока потом пропало и черный экран просто показывается в эфире вместо мазила бывает там еще и юра хотел партию свою показать тоже одну хотя бы да но я тоже хотел ее точно так же сейчас попробую mozilla перезапустить может она ну или другой какой-то браузер может это другого есть еще хром сейчас еще попробуем mozilla еще раз такая бочку мазили еще раз пробую добавить если это попробуем потом chrome поговорить за что я закрыть уже так все мазил мазила появилась вроде бы видно в эфире сейчас пока настрою секундочку секундочку тогда эту партию вашу уже не показываем или это до конца извините в принципе там же будет чат это в принципе я могу прислать комментарии где-то опубликовать это так вы главный момент показали нет там дальше есть интересные но тогда давайте показывайте дальше тогда нет ну что если не двигается ну что показывать пусть я уже настроил строил уже двигается показываю вам можно двигать сейчас сейчас ничего не двигается а вы комментируете а я должен комментировать так минуточку то что я должен открыть так минуточку не вы просто экран я вам дал экран вы смотрите на экране говорите что мне нажимать я буду нажимать то есть вы говорили 35 ход да там был ваш 32 27 даже ты открой 35 не делать да ну не ну тут я уже в принципе объяснил что 26 21 выигрывало ну ладно я буду ну вы сделаете уже 32 27 то есть ход неудачный значит он ходит 8 12 то есть в партии было ну теперь конечно же я не хожу сразу на 27 21 потому что он просто пойдет 12 17 и поменяется и будет даже поприятнее стоять поэтому я сначала жертвую шашку я хожу 35 30 значит он бьет только теперь я хожу значит 21 27 21 теперь он уже этого не имеет он возвращает шашку я бью ну и опять все таки у меня лучше так значит что там вот ходит 19 23 ну вот разные есть возможности то есть что я там сделал я пошел 41 37 ну еще там кстати был такой ловушечный ход 49 44 я решу ему там нельзя ходить 13 18 18 из-за комбинации но лучше пойти 14 19 вроде позиция держится все-таки при том что игре но я хожу 41 37 то есть он ходит 15 20 ну не обязательный ход но он так и пошел значит далее пошел значит 37 32 значит он пошел 20 24 24 и здесь был такой довольно красивый вариант что я мог пойти значит то есть я пошел 33 28 в этой позиции а мог пойти в этой позиции значит 39 34 значит мог пойти и тогда значит он играет например 14 19 я хожу значит 49 44 и у него есть очень красивые это ничейная комбинация то есть там значит он много отдает 23 29 да 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 23 29 значит 24 30 и потом значит в конце забирает и получается ничья то есть такой был красивый вариант я пошел 33 28 за счет 14 19 ну то есть здесь у меня были разные ходы например один из возможных ходов был 39 34 где-то с желанием зайти в любки там иметь тактические возможности но я значит решил отдавать шашку значит то есть ну сразу я не могу идти на 22 потому что он просто назад отменяется то есть мне это не нравилось поэтому я отдал шашку то есть я пошел 25 20 значит он сбил то есть я пошел значит 28 22 так да значит он напал значит я отдал вторую шашку пошел на 16 да значит он напал то есть я то есть я то есть я без двух шашек но иду в дамки ну вот здесь кстати вот например компьютер предлагает вместо ходить вот вообще 2 отдать то есть он предлагает ходить значит 18 22 ну реапартии он просто поменялся то есть пошел ну и значит побил побил то есть пошел на 27 то есть ну и тоже пошел в дамки и я пошел он пошел я пошел он пошел ну и здесь я видел что если я поставлю на 1 как я сделал что он может выловить и сразу сделать ничью то есть можно было все таки поставить на 2 и пытаться играть эту позицию на выигрыш там что компьютер говорит что если он идет в дамки что я должен сначала пойти на 11 на 39 вести вторую то есть ну компьютер как бы говорит что это ничья но во всяком случае в практической партии я ничем не рисковал и мог попытаться ну то есть по крайней мере ну черным эту ничью надо было сделать но я как-то пессимистично оценивал свои шансы на выигрыш и поэтому поставил на 1 дал ему возможность сразу сделать ничью которую он конечно же и воспользовался вот такая получилась партия то есть конечно лучше бы было на доске оставшуюся часть показать но так уж получилось по техническим причинам это не вышло вот так тут уже ничья согласились да вот такая партия да спасибо Юрий ты тоже покажешь да партию подвигай ну давай да загрузи ну какую злогода или давай вначале сдомчиво а вот кстати пользуясь случаем вот по мнению Юрия вот все таки если ставлю дамку на 2 вот насколько реальные шансы на победу ну забыл какая там позиция ну ладно ну там сколько шашек лишних ну три шашки за дамку как бы две шашки лишние четыре единицы четыре единицы ну то есть 24 единицы да нет ничего там ну ничья все ну можно конечно помочь хорошо спасибо так ну давай это мы играли на Минском турнире такие раньше были хорошие турниры в Минске поступления я играл в Минске еще в 87-м году в шахтном турнире это был круговой турнир десять человек играло гроссмейстерский там проходил гроссмейстерский мужской гроссмейстерский женский и опен потому что сейчас в основном Швейцарке проходят круговых турнирах вообще не было страшных проблем а вот долго время не было и вот такие веселые турниры четыре человека играли Чижов Георгиев Байк и Бомстер да, ну это по-быстрим а вот именно по классу а причем они вот по этой системе какой-то вот странной что-ли да две дамки против одной выигрывали что-то такое так в общем ну давай да двигать с Алексеем разыгранный такой вариант нескандартный связываю черный слан но у белых тут такое сочетание плохое 27-29 там позиция острая белые в ответ тоже завязываются и получается в скором времени такая взаимная связка черные и белые связались но черные и белые связались побольше будет кстати 48-42 здесь комбинация есть комбинация забила какая комбинация 30-24 кстати можно показывать можно двигать вот нажми на шестеренку там без стрелочки и open analyze сбор и вниз где она открылась открывается именно эта позиция ты можешь теперь ходить и не ходи теперь на этой доске делай ход 30-24 назад назад закрой эту стрелочку вверх и вот слева слева внизу там где шестеренка внизу стрелочка дальше дальше это я не друга вот уход назад чуть-чуть выше 30-24 вот это да отдаем ну в любую сторону бьешь теперь 38-33 отдаем освобождаем вдало и теперь одно отдаем 3 бьем и 4-30 да ну мы проводим контр комбинацию 8-12 отдаем эту шашку назад да и получается у нас не проходило ну может закрывать получается для конкретной позиции просто на крестик нажми так поэтому алексей ходит 48-42 тут получается у белых вроде больше желательных но черный за счет каких-то тактических вопрос не дают использовать это преимущество вводим вводим ну как бы наблюдательные ходы закончились делаю первые подрываются размены пошли да размен и получается связками белых сохраняется а черную без связки 4 10 надо пойти 2 2 2 2 2 22 шашки не подобраться в общем получилась такая позиция теперь связка только в белых черные связали белых кстати китайцы часто спрашивают кто кого связал белые черных ну как бы очевидно как бы связка белые связались но вот у них такой возникает вопрос кто кого связывает ну тут нельзя сказать что у черных преимущество потому что у них тоже много шашек в этой связке задействовано даже больше чем у белых то есть и плюс еще недостаток у белых вот нет золотой шашки то есть скажем если бы 49 стояла на 48 то для белых было бы значительно лучше да да возможно даже преимущество у белого было потому что у черных получается перегружен фланг из этой связки связали но не экономичная связка а если бы скажем 47 стояла на 48 ну тогда бы 49 немножко застревала но возможно мы могли бы ее вывести как каким-то образом 49 тоже было мне идеально конечно 49 на 48 понятно тогда все уже выведено ну давай наблюгаемся дальше тут поэтому такой позиции решают как сойдемся вот и чуть чуть позже получится потому что белые то тоже не имеют размина а если бы 48 стояла то размен был бы просто и да размен бы был все было в порядке а здесь тоже размен есть но назад ну да ну да надо еще подготовить еще ход надо сделать ну вот уже закончились тоже выждательные ходы потому что белые там не могут как-то 39-33 пойти может мы там 23-29 начнем подрывать если 38-33 то мы 18-23 завяжем в центре и будет получать связка фланга вместе с классической связкой поэтому белые немножко кислорода хватают и меняются назад ну вот тут уже преимущество у черных и ну вот черные присущие могут и 18-22 перегруппироваться а у белых как бы вот эти все шашки застряли там 44-43-39 а тут же еще грозил уже 18-22 да да грозил еще 1-24 на 44 то есть получается фактически одна шашка вот белых вот седьмая тут я очень удачно подготовил комбинацию 47-42 он пошел и 9 ну вот уже по-моему проигрыш то есть если он ну верни назад в 45-38 не ходи вот уже с 37-31 пойти то проходит эта комбинация 17-21 18-22 и 23-29 на 42-38 просто 18-22 ну шашка и на 39-33 та же комбинация на 21-18-22 поэтому он делает единственный ход а мы сохраняем просто эту же идею 18-13 и по сути на любой ход сходит такая симпатичная комбинация и 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 очень много 1 2 3 4 5 6 на получаешь сетическое голос еще шашка как говорил анатолий паченко собираем урожай красивая пара допустили это не знаю эта позиция где-то тут где-то здесь может еще но уже цена преимущества учу 47 41 надо было тащить и на 36 не было комбинации а так получается опять отсутствие золотой сказывается тут уже на тут уже получается все комбинация пошла интересно еще там одна партия к еще одна там конце тоже будет там играли два этапа и потом был финал где уже не начали полуфинал и потом еще финал честно это предварительном этапе а уже финале потом мы встретились и я ему проиграл тоже кстати попался на комбинацию и еще двигать да дальше двигать да 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 ну такая очень возникла позиция ну вот классическая позиция получается черные темпах плюсе стоят они там пару разменом сделали период два размена вперед а белый один черный плюс 2 и плюс черных еще пятая шашка застряла встала белый более гармоничность 36 31 тут давать эту позицию вот сейчас не ходи открой диаграмминг вот аналайз борд вот если пойти 16 21 то есть ударчик с 1 мы нападаем и после входа на борт стандартная идея 28 22 а полет за всем двадцать и еще надо предварительно и даем через эту забираем тоже красиво закрывать да да это закрой ну да уже иногда хочется 16 активизировать пока можете отключить а кстати включал я в эфир когда выключили можете пока отключили давай надливаемся теперь пока надливаемся в клетке большую часть партии надо надливаться 20 25 пошел на борт можно было это 20 24 там есть маленький нюанс ну давай немножко вот верни когда ты 20 24 ходишь может быть очень актуально мы пойдем 3 4 30 и когда черный настроит кулак у них будет вот эта шашка 4 завися и за нее они будут проходить бомбы поэтому ты мог видимо будет выводим десятую так как h2 идеально но кстати да вот позицию белый сейчас идеально но надо делать ходу научить любым статики хорошо динамики может быть плох вортик ходит шли поменяться на черные ну да потому что немножко неравномерно но не таким образом как бы сбалансировали свою позицию поэтому белые тоже переходят в активном месте тут уже идет захват центра меняемся вперед раз стоит угроза 1 надо забрать и меняемся вперед 2 выигрываем этим разменом 6 темпов то есть до этого поменялись два темпа и сейчас еще 6 8 темп в один раз и теперь просто добавим центра надо пытаться стабилизировать классику подключить и построить собрать позицию мы не даем собрать стараемся действенное опережение и опять вперед еще раз но есть колонка в 37 42 48 шашка 22 не заберется никак и при случае будем 29 23 так вот здесь уже принципе белый черный проиграли и вот теперь 22 хотят атаковать поэтому вторгается и вот теперь 22 хотят атаковать поэтому вторгается они сейчас еще держим тактически на нападение вот и 39 назад 2 ходами вот если не ходить еще один ход да вот если напасть 12 18 то мы ходим 42 38 и 34 30 туда на 10 пробей вот косвенная защита 9 теперь такая защита ну в общем центр получился но еще надо выпить на сходку позиция по-моему была не проиграна 13 19 да сходка получается попадает 18 22 тут уже был цветнот обоюдный танки но по моему что было ничем и вот он сделал эту ошибку можно было ему пожертвовать начать а после этого хода следует красивая комбинация белый и забирают все шашки а все забираются все красота но потом он взял реванш кстати не менее красиво да красивая партия кстати вопрос задают юрию как вы считаете насколько важно иметь дебютную подготовку международных шашках на каком уровне смотря какого уровня если на высоком на топовом важно а если на начальном то не очень важно все таки важнее там дальше туда ближе во второй половине но в русский можно из дебюта просто не выйти можно два хода сделать и сдаться а как бы 100 лет в принципе то сложно так в дебюте проиграть если там комбинация то так что прям зажали сложно ну можно получить чуть хуже позицию но это не критично то есть они всегда переворачиваются поэтому понятно поэтому важнее как бы вторая половина ну а когда уже более такой высокий топовый уровень то там конечно дебют важный потому что ну нужно преимущество какое-то получать давить потом всю партию все равно как бы результат решится в конце но преимущество получить можно из дебюта а еще у меня такой вопрос вот насколько эффективно в стоклеточных шашках именно сейчас использование компьютерных программ при дебютной подготовке ну эффективно достаточно бомбстр уже использует бомбстр использует большим успехом ну я же говорю то есть начале нужно научиться играть понимать игру а потом уже использовать эту подготовку дебюта иначе она будет напрасно ну да но у бомбстр есть понимание да да у него все есть и он просто это усиливает своими вот этими вариантами понятно а иначе это будет как бы в пустую я помню я как бы в 64 вначале играл и там вот как раз вот подготовка более такая важная я играл в первом чемпионате мира 100 клетки дебютировал и я вот тоже начал как в русский так штудировать эти варианты там досье сделал на каждого игрока такое детальное буквально там разложил по полочкам как они ходят там не до середины партии разобрал их все дебюты ну и в итоге в первом же туре играл с французом который там как-то пошел совсем иначе я готовился получилась новая игра и я проиграл там в конце то есть вся эта подготовка получается мне пригодилась поэтому 100 клетки вот они более такие как бы ну надо общую такую подготовку делать хочется смотреть какие типы позиции любят соперники играть там ну в такой более абстракт но хотя вот если какой-то уже такой высокий уровень то там может быть и конкретно но это ну я думаю что это не того уровня человек спрашивал так партии показали давайте может василия сыграйте со зрителями нашими в шахматы там просили пару партий что я должен сделать ну вот в зале гамблеры зайти в шахматы там стол создать новая игра да блиц 5 блиц 5 а минуточку я должен у себя зайти да да в свой гамблер заходите шахматы да а минуточку это шашки подожите это надо закрыть так я должен зайти в шахматы я должен зайти да шахмат. Так, значит, дальше новая игра. И там, в принципе, можно взять Супер Блиц 2 минуты попробовать, я могу взять. Супер Блиц? Не, ну 2 минуты зачем? 3 плюс 2 же стандартно. Ну, давайте 3 плюс 2 тогда в Блице. 3 плюс 2, значит, и объявить, да? Да. Так. И что я должен дальше делать? Просто играть или что? Савельевич сел. Это наш зритель тоже. Сергей Александрин, гроссмейстер по шашкам. Да, ну, хорошо. Ты первый успел, тот и сел. Это мой ход. Да, все, играйте. Так, а как играть? Начать игру. А, нет, а у меня нет начать игру. Где начать игру? Как начать игру? Может, Савельевич надо нажать, принять игру, принять игру и начать. Мне надо, чтобы он нажал, нажал. Все, начать игру, да. Все, можно играть. Так, пошел. Так, я два. Королевский гамбит сыграю. Давайте лучше косяк. Косяк есть. Косяк есть, пошел. Пошел. Да, белый активно играю, да. Центр у белых. Центр у белых, да. А какой уровень, интересно? Ну, по первым ходам. Сложно, так сказать, да. Ну, кстати, пишут 2.0 без добавления почему-то включилось. А, 2.0 без добавления, ага-то. То есть, нужно постараться флаг не уронить. Постараюсь, чтобы не уронить флаг. Замуровались. Красивый оппозиция. Да, интересно позиция так. В белых, кажется, получше намного. На первый взгляд. Так. Насколько не знаю, но получше. То есть, так. Тут еще с вами хочет сыграть Филипп Василевский, тоже наш стример. Просто просит убрать галочку на рейтинг. Меня не пустите за разницы в рейтинге. Пишут. Да, из-за разницы в рейтинге. У меня вообще нет никакого рейтинга. Я в шахматы тут только сваду вчера сыграл. То есть, одну партию. Так что я без рейтинга вообще. У него там есть какой-то рейтинг, я не знаю какой. Его не пускают, написал. С вами сыграть. Я ход не могу сделать. Немножко я ход не могу сделать. Мое время идет, я хочу побить ладью на e8, не могу сделать ход. Интересный глюк. Глюк программы. Ничью я могу предложить? Предлагаю ничью. Я ход не могу сделать. Все, согласились. Спасибо за игру. Так, спасибо за игру. Оставьте добавление. Так, теперь что мне делать? Теперь надо новую создать просто без рейтинга. Убрать галочку рейтинг. Так. Я, наверное, попрощаюсь. Уже абсолютно не буду. Да, хорошо, Юрий. Хорошо, да, спасибо. Спасибо тебе за то, что комментировал. До свидания, пока, давай. Счастливо. Я должен что, супер-блиц выбрать, да? То, что выбрали, наверное, блиц 3 плюс 2 попробуйте еще раз. Просто убрать галочку на рейтинг там или что? Так, выночку супер-блиц. Так, а тут, а, а, убрать галочку на рейтинг. Да-да-да-да, понял, да. Хорошо. Ага, ну и, значит, тут что, 3 плюс 2 поставить еще раз? Или это будет все, или лучше все-таки блиц было 5 поставить? Ну, давайте блиц 5 поставьте. Потому что, хорошо, тогда минуточку, тогда я это закрою. Так, новая игра. Значит, так, блиц 5 минут. Так, значит, ага, на рейтинг убрать, да. Значит, так, объявить все. Так, 5 минут, да. Так, жду. Вот, сел Филипп Василевский наш тоже, стример. Филипп, так, Василевский, так, играю. Так, хорошо. Тоже пойду Е4. Так, 5 минут. Скандинавскую защиту разыграл. Ты как остро играет. Ну, попробуй принципиально играть. Сразу в атаку, да? Ну, стараюсь пешку не отдать. Просто так. О, у меня лишняя пешка уже. То есть, уже он так не отыграет ее. Ну, буду развиваться. То есть, бью, конечно же. Так. Кстати, вопрос, если уже в чате задают. Василий Михайлович, есть ли кто из топ-грессмейстеров, кто регулярно применяет Королевский гамбит с точки зрения современной теории? Это вообще корректный дебют? Регулярно? Ну, когда-то применял Алексей Федоров с Белоруссии. Ну, правда, все-таки это не топ-грессмейстер, но достаточно сильный. А так, чтобы регулярно, нет, не знаю. Ну, там, время от времени, там, применяют люди. Там, Грищук применял, Макамура применял. Ну, я применял. То есть, ну, а так, ну, что значит, корректный или некорректный? Ну, то есть, играть можно. То есть, какого-то опровержения форсированного нет. Тем более, у Белых есть выбор. То есть, можно вот, после взятия пешки можно ходить С4. С4, можно конь F3, можно конь C3. Даже Каспаров конь C3 попробовал с Корякиным. Ну, играть можно. То есть, тем более, ну, а быть, что это применяют все-таки где-то на эффект неожиданности, что, учитывая, что соперник специально не готовит это, ему надо как-то вспомнить теорию, которую он, возможно, и не очень знает. То есть, дебют как дебют, играть вполне можно. Ну, конечно, надо быть готовым к конкретике. И желательно все-таки, если играть королевский гамбит, то как-то ориентироваться в теории, чтобы как-то хоть сразу там не остаться совсем плохой позиции. Ну, правда, если черные не знают теории, то тоже есть такая опасность не выйти из дебюта. Смотрю, наверное, хватит играть в Супер Блиц по две минуты. Что-что? Я думаю, наверное, хватит играть в Супер Блиц по две минуты, чтобы больше желающих сыграло. Ну, можем в Супер Блиц играть просто. Так, тогда все-таки я буду меньше говорить. Я еще и говорить могу, но все-таки в Супер Блице как-то. Кстати, если есть желание, можете камеру включить снова, то я выведу на стрим. Камеру включить? Так, сейчас, сейчас, вот так. Видно меня? Сейчас. Пока почему-то только черный экран не видно. Так, я не знаю, но когда, может, выйду из этой партии, как-то включусь. Хорошо. Лучше так. Съел. Защитил. А, тут пишет. Сыну можно ли сыграть со мной королевский гамбит за черных? Да можно, почему нельзя. Так, значит, что-то сделать с камерой. Так, немножечко как-то. А, вот. Ага. Нет, я включил, вроде, видео-то. Так, значит, так, мой ход, да? Так, времени у меня хватает. Позиция хорошая. У меня две лишние пешки. Соперник активной фигуры. Ну, буду стараться играть аккуратно. Гасить эту активность. Так, отдает третью пешку. Ну, возьму. Рисковое решение. Сюда. Я думал, на Б4 бойдет. Ну, сопернику від нее, наверное. Так, он хочет мне куда-то на А3 лупить. Буду защищаться. Еще есть вопрос. В чем существенная разница в подготовке к шахматному и шашечному турниру? К шашечному? Ну, в принципе, для меня существенная разница, что в шахматах я все-таки много понимаю, что нужно сделать. А в шашках почти все для меня новое. Раз почти все для меня новое, это еще большая роль того, что нужно иметь свежую голову. Потому что, чтобы, по крайней мере, сразу что-то примитивное не зевнуть и не проиграть быстренько. То есть, в шахматах, где-то на автопилоте как-то этого избегаю. То есть, в шашках с этим труднее. Все-таки многолетний опыт дает сознание. Что-то, конечно, с детства, так сказать. Уже, наверное, можно черными сдаваться, да, постепенно? Ну, сдаваться еще нет, но все-таки пешек нескольких не хватает. И так, это уже фигура отдает. Ну, заберу, конечно же. Так, сразу ничего мне не сделает. Вроде нет. Не вижу. Жилищная фигура. Правда, какие-то связки, но вроде конкретно ничего мне сделать не может. Так. Ну, пока что консолидирует. Так, ничего мне не грозит. Вот и так. Подвожу неиграющую фигуру. Так, попробую дать шах, побеспокоить короля. Да, ну, и тут пора уже какой-то мат ставить. Есть мат, да, вижу мат уже. Пошел вставить мат. В два хода или больше? Ну, там в три хода. Шах, шах. Так, так, нибудь шах. И мат сошлось, мат уже. Связный конь с F3 держит, поле же пять. Так, что теперь я должен делать? Просто ждите, сейчас сядет другой игрок. Сейчас сядет другой игрок. Так, и теперь что, начать игру или что? А, ну, это пять минут, да? Может, наверное, выйти и создать две минуты, чтобы больше желающих сыграло. То есть, мне что делать вообще? Закрыть просто, да? Попробуйте, да, закрыть или не даст. Да, закрыть. Теперь что сделать? Так, во-первых, камеру включу, да? Попытаюсь. Так. А, ну, у меня включена вроде как камера. Ну, меня показывает почему-то черный экран. Так, а что же я должен сделать, чтобы вы увидели мой фейс? А, вот, сейчас еще раз. О, а теперь? А, это у меня, значит, такая проблема, значит, бывает, что на компьютере как бы обновляется. Если бы я сделал перезагрузку компьютера, то появилась бы камера. Но я не знаю, подождете ли вы. Я могу просто выйти, перезагрузить компьютер, и тогда уже буду с камерой. Да ладно, уже видели вас в эфире, думаю, не надо больше тогда, чтобы не ждали зрителей. Хорошо. Хорошо, тогда что я делаю? Новую игру, да? Да, новую, но давайте тогда супер-блиц, чтобы две минуты было. Хорошо. Так, супер-блиц, так, значит. Так, и объявить, да? Угу. Так, давайте. Так, начать игру, то есть так, играю Е4. Французская защита. Так. Вариант Виновера. Так, все по теории играем. Так, рокировку обычно не торопится, но попробуем так. Так, ходит, значит, пошел в атаку. Так, ходит, пошел. Просто буду атаковать прямой наводкой. Это, кстати, против вас играет тоже сильный мастер по шашкам в Буша-Ангряю. Очень приятно. Бью. Нападаю. Просто играю на атаку. Раскрываю короля. Шансы на успех хорошие. Тут вопрос есть. Василий Михайлович, играли ли вы с гроссмейстером Шиповым? Что о нем скажете? Лишь однажды играл на чемпионате мира 99-го года. Там был матч с двух партий. Я у него выиграл. Что я о нем сказать? Ну, что даже о нем могу сказать, в общем-то. Ну, конечно, я не могу сказать, что я его хорошо знаю. Знаю, что он интересную очень книгу написал о системе Ёж, что регулярно комментирует партии. Вроде так достаточно интересно. А так больше особо и не знаю, что сказать. Хвастаться тем, что хорошо его знаю, не могу. Так, пойду королем на Е2. Пойду другую ладью переведу к атаке. Вот, слон вышел, но как-то немножко поздновато. Так, ну что, уже пора что-то собирать урожай. Шах. Что же выигрывает? Да, шах и там как-то ой, ой, пошел. То есть, слон на Е5 ставит, ой, больно будет. Так, что тут сделать теперь? Так, слон стоит у меня хорошо. Ну, баги пока сдвое. По линии Ж попробую. Так, флаг главное не уронить. Ядро. Вы играете на Лечесе, да? В шахматы, в основном. Ну, в шахматы я вообще в онлайне практически не играю. То есть, иногда, когда меня приглашают. Только вот на Лидравце, значит, я так более частый гост. Значительно, ну, пока отойду. Чтобы там подальше. Каких-то шахов. Так, теперь пора уже заезжать. Забрал. Как, забрал. Так, и ферзя забрал. Ну, если играете в турнирах, какой там обычно контроль сейчас в шахматах? Близ, супер, Близ, играй. Шах и мать. Так, теперь что мне так спасибо за игру. Так, что мне дальше делать? Начать игру просто. Начать игру просто, да? Так, теперь я черный не играю. Хорошо. Так, пойду так. Ну, тоже какой-то, увижу, что шашес больше играл партии в шашки. Шахматы пару партий сыграл. Ну, хорошо. Пошел. Так, вот еще вопрос есть. Но вы уже вроде бы отвечали насчет фризийских шашков. Планируете ли... Насчет бразильских? Не, не, насчет фризийских. Планируете ли вы еще играть в турниры фризийские шашки? Какой вид шашек нравится больше? Обычные или фризийские? Ну, их называют еще и фризийские. Фресландские или фризийские? Ну, фризские я слышал, фризийские не слышал. Ну, может, кто-то и так называет. Возможно, так. Так агрессивно со мной играет. Так, а пешку же я окру... Это уже оторвавшаяся шашка. Она тут съедается. И вам больше нравятся фресландские, да, все-таки шашки? Ну, мне все виды. И русские, и бразильские, и фресландские, и стоклетушные. То есть, все нравятся. Каждая, да, чтобы выделить. Просто, может, во фресландские я достигал больших успехов. Но это, я думаю, временно. То есть, я надеюсь, что и в другие виды я сумею улучшить. И свой уровень, и результаты. Так. Оторвавшуюся шашку забрал. То есть, в развитии я опережаю. Так, коня отдается. За что? С лишним конем. Так, напал. Сделаю искусственную рокировку, так называемую. Короля поставлю на живость. Так, ну, буду нападать уже. Посмотрим, куда уйдет. А там еще раньше был вопрос, я вроде бы пропускал, видел. Про Гарри Каспарова. Сколько раз вы у него выигрывали? Шесть раз я у него выиграл. Так, мне продолжить или что нужно делать? Да, наверное, просто. Шесть раз я у него выиграл, проиграл, значит, ну, больше. Но это, конечно... А, опять Савельевич. Ну, давайте, если больше нет, желающих. Продолжить, да? Да, да, да. Что я должен делать? Продолжить. Или закрыть, продолжить, да? А, да, хорошо. Так, пойду в этот раз Д4. Королевский попробовал, теперь ферзевый. Славянская защита. Так. Так. Ну, так обычно не торопится, черный. Ну, чтобы... Б7 все-таки пешка слабовата. Сразу начинаю атаковать. Это неприятно. Ну, по крайней мере, по теории. Так. И вот тут... Вроде, когда пешка стоит на Б6, то лучше слона иметь на С8. Сейчас я это... Ну, откажу уже соперникам. То есть, тут уже... Белые поля свистят, тут уже идет просто прямой навод. То есть, шаг, то есть... Ой-ой-ой, под связку, уже без фигуры. То есть, тут уже добиваю. Вышел человек с дебютом. Кстати, вы сейчас тренируете шахматистов? Юных, может, каких-то или нет? Да, да, тренирую, да. И как успехи? Есть какие-то молодые дарования сильные его? Не, ну, есть, да, да. Я разных тренирую шахматистов. Ну, в общем-то... Все-таки для меня главное даже не успехи, а вот просто вот это общение, чтобы обоим было интересно общаться. То есть, и мне, и моему ученику. Так, продолжить, да? А, тут пишут, кстати, Циново пишет. Пожалуйста, сделайте, чтобы игра была не на рейтинг, не дает сесть за стол из-за разницы рейтинга. А, 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 извините, хорошо, да-да, я забыл. Так, значит, мне что нужно? Закрыть и новую игру, да? Я аж просто так. То есть, я супер-близ беру, да? Да, супер-близ просто галочку там надо поставить, ее убрать. Галочку убрал. Так, объявить, да. А, потому что у меня слабый рейтинг, потому что я не играю, так понятно. Так, все, снял рейтинг, то есть, объявил, садитесь. Так, и он хотел королевский гамбит сыграть, так? Это как раз есть Циново, он хочет королевский гамбит. Я буду играть с ним королевский гамбит, так? Так, он отказанный королевский гамбит играет. Д5 пошел, ну, так как-то не ходят почему-то, я не знаю. Ну, попробую съесть. Е4. Так, интересно играет. Атакует, да? Так, атакует, так что мне делать вообще? Даже не знаю. В этой позиции. Ну, попробую уйти. Так. Тут вопрос задает тоже. Какие книги по шахматам полезны для начинающих? Какие порекомендуют эти книги? Не знаю. Так, сейчас у меня могут проблемы начаться. Так, без рокировки остался. Попробую. Тут мне не до болтовни. Тут надо серьезно взять эту позицию. Так, 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 так. Надо консолидироваться, чтобы меня тут не замотовали вообще. Так, развиваю фигуры, как могу. Так, съем. Напал. Противо сыграет игрок, который сыграл Супер Близз 15 тысяч партий. По шахматам? Да, именно по шахматам. Ну, да, но это уже... Неган, не плохой. Да. Так, ну, пошел. Ой, не угрожает ладья Е3. То есть я должен принять меры. Пошел. Ого. Так, тут вообще не добыл там, не ну пошел. Так. Центр укрепил. Так. Что мне делать? Так. Чтобы мне мат не дали, я буду бежать королем пока могу. Так. Попробую создать угрозу не слишком сложную. Защитился. Ну, теперь убегаю. Более-менее позицию консолидировал. Так, Веншпиль хочет. Ну, Веншпиль перейду, то есть. Пошел. Так, у меня же время не уронить. Вот теперь охладное. Так. Может, позиция не имеет вообще никакого значения. Без добавления, да, получается? Две минуты. Да, я об этом вообще забыл факторы. Ну, у меня получше, конечно, но большой шанс проиграть по времени. Так, ой, уход. Стратегически уже даже близко к выигранной, но флаг уронет. Да, не хватило времени. По времени, да. Спасибо. Так, значит, так, что, продолжить, да? Да, тогда. Так, что я должен делать? Продолжить, начать игру там или что нажимать? Начать игру, да. Так, Global Power. Так, сыграю скандинавскую защиту. Тоже, ШШС, Глеб Пономарёв, наш стример. А, да, слышал. Ну, F3 такой ход не лучший в этой позиции. Ну, попробую. Агрессивно, то есть. Так. Ну, там вопрос, что я задавал насчет книг по шахматах. Какие порекомендуете для новичков? А, книги по шахматам? Для новичков, да. Для начинающих? Ну, я начинал с книги «Путешествия в шахматное королевство» Вербаха и Эстрина. Так, ой, напал. Ой, маддаю. Всё. Победа. Так. Ну, сейчас, конечно, надо новые книги смотреть. Я даже не знаю, какие сейчас лучшие. Сейчас много видео, кстати, на Ютубе хороших есть. Именно для начинающих. Так. Харт. Так. Начать игру. Тоже. ШШС наш стример. Константин Ковалевский тоже. Так. Сыграю дебют Вересова. Ак. Пойду слона в 4. Конь С6 практически не играют в этом грибюте. Что как-то пешка С7. Уже не на С5. Ой, коня отдают. Так же нельзя. Ну, что-то. Просто коня отдают. Подборки тушили. ШШС. Видимо, в шахматы мы слабее знаком. Ну, переволновался, возможно. Фигура. Да. Так, продолжим. Хочу еще сказать, что завтра у нас намечается суперматч между сборными Белоруссии и сборной России. по шашкам. Да. Завтра у нас будет стрим в 14.30 в начале. Будут комментировать международный гроссмейстер Владимир Скрабов и гроссмейстер Андрей Калачников. Ага. Ну, это... Завтра я буду шахматный турнир играть в 5 часов. Ну, по местному времени. Ну, так что тот стрим я с удовольствием посмотрю. Но уже как сыграю. Потому что как-то все-таки нужно свежая более-менее голова. А у вас что будет за турнир шахмата? Это какой-то серьезный. Французы там организуют. То есть круговой турнир там по Блице. А кто будет участвовать? Сознание таких игроков. А при этом будет участвовать. Фируш Джаббе. Участвовать. Будет участвовать. Рауф Мамедов. С призовым фондом до турнир. Да, да. С призовым фондом. С гонораром. Все в порядке. Большой призовой фонд у турнира идет? Нет, большой, конечно. Ну, может быть, для онлайн-турнира и большой. Какой призовой фонд? Да я не помню уже. То есть проверю. И как будут бороться с читерами? Будет камера стоять или доверяют так? Ну, верно, зум будет. Так, значит, минутку. Чего играет? Мне нужно как-то... Ну, да, зум ставят, да. Так, ну что там? Что-то... Ну, ладно, сыграю классически. Может, мог и на Б2 забрать. Сыграю солидно. Так, ну, сделаю тут пока что ориентировку. Просто развивать фигуры. Быстро двигать, чтобы постараться не проиграть по времени. Так, ого. Так, хочет пойти в Б4 как-то. Ну, проигнорирую этого вопроса. Перейду в Эншпиль. Все-таки активнее ладьи. Какая лучшая программа в шахматы именно для анализа? Я пользуюсь комодом. Ну, я мало пользуюсь шахматными программами. Я считаю, что это не так полезно. То есть, если что-то надо, то прошу кого-то друзей, своих друзей, там, проверить с помощью программы, там, какую-то позицию. Так, ладью отдал. Посмотрю, и как ты выиграл. Так, продолжим. Начать. Начать игру или что-то? Да, Вова. Уже пошли, смотрю, по второму кругу. Наверное, будем... Сыграет пиквиду Берда. Тогда Карлсон любит применять его белым. Уже пошли, игроки, смотрю, по второму кругу. Ну, ничего, если... Люди хотят играть на сцене. Пусть играют. Так. Еще такой вопрос. Интересно, кто, по мнению Василия, выходит в топ-5 мира по шахматам именно по силе на сегодняшний день? Даже не знаю, как там. Ну, первые два я бы поставил. Карлсон, Ароньян. Дальше третий кого бы поставил? Вот, третий уже затруднительно поставить. Так, кто же третий? Даже не знаю, кто третий. Может быть, Вашьер. То есть, третий. Четвертый, наверное, не помнящий. Дальше пятый. Так, Мамедьяру. А Дубол не уходит в пятерку? Ну, тоже где-то там близко. Ну, все-таки, наверное, Мамедьяру посильнее Дубова на данный момент. Ну, по-моему, хотя, конечно. Вполне сопоставимые игроки. И, кстати, Дубов очень интересный игрок. И очень интересные стримы ведет тоже. Интервью очень интересное говорит. То есть, самое хорошее мнение о нем. Ну, все-таки, Мамедьяру он, по-моему, уступает на данный момент. Хотя, тоже не факт. А вот Руслан Пономарев еще играет в шахматы? Что-то меньше стало про него слышно, чем раньше. Больше в испанских турнирах играет. Он же живет в Бильбао. В испанских лигах, там, в каких-то еще лигах. Так, здесь полицы пять хорошие для коня. Постараюсь туда везти. Тут еще спрашивают, а Каруану забыли. Каруану. Ну, да. Ну, Каруана тоже, конечно, очень сильный. Ну, там есть несколько примерно равных по силе игроков. Ну, Каруана, да, принадлежит к их числу. Минусловно. Не мог я, играя в Блиц, вспомнить обо всех. Так что, те, про которых я действительно забыл, пусть не обижаются и не считают, что это специально с моей стороны. Так, он бы всем плоховат. А конь на f5 хороший. Вот, g6. Вот, так бы. Кстати. Используя пешку h6, то есть я съел пешку и... Так, хочет веншпиль, ну ладно, я буду. Тут, кстати, наш тоже гроссмейстер Баир Рентинов пишет в чате. Забавно, что Дубова и Борея выгнали из своей школы. Да, ну, Ботвинник тоже вроде там Карпова выгонял из своей школы тоже вроде как. То ли из-за отсутствия таланта, то ли по каким-то другим причинам. Так что это может быть не такой плохой знак на самом деле. Так, что-то я съел. Ой, что-то я все съедаю. Может, напоследок сыграете еще в шашки тогда с желающими? Может, пару партий и будем расходиться. Есть желающие, да? Ну, то что, мне тогда это закрыть, да? Да. И открыть шашки? Просто подумайте, какие хотите шашки 100 или русские? Да, русские, конечно. То есть, 100. Но какой-то более... Так, то есть, что я делаю? Значит, я должен зайти в шашки, правильно? Да, это то же самое. Новая игра, просто там шашки выбирайте. Новая игра, значит, шашки. Еще раз шашки, да? Да, значит, так. Теперь, значит, что время 10 минут, что ли? Не-не-не, хватит 2 плюс 2. Не надо 10 минут. А, то есть, я должен 2 плюс 2 поставить, да? Да. Так, 2 плюс 2. Так, уже рейтинга нет никакого, так, и не было. То есть, объявить, да? Да. Так, это будут обычные русские шашки, да? С нормальной начальной позицией, правильно? Да. Или там, а, или расстановку какую-то попросить. Как хотите, можете классику, можете расстановку. Ну, ладно, там с обычной собираю. Давайте классику, ладно. Так, что такое? Я вроде... Так, если есть желающие заходить. О, Фили, Филипп Васильевский. Шахматы сыграл, хочется шашки сами сыграть. Да, хочет шашки, значит, реванш взять. Хочет шашки отыграться. Да. Так, ну, хорошо. Тут, кстати, был еще вопрос вдогонку. А себя, Василий, на какое место бы поставили? По шахмату? Себя? Не знаю, я как-то просто мало играю. Тем более, в топовых турнирах там не играю. То есть, не знаю, на каком я месте сейчас. Ой, он избирает. Ага, это... Так, он избирает. Так. Так. Ну, то есть, я помню, что по теории там, значит, надо нападать. Но, считывая, что с профессионалом играю, то упрошу позицию все-таки. Ну, я знаю, как-то вот не особо волнует меня этот вопрос. Почему-то. Почему? Может, потому что шашками заинтересовался больше. Как-то. А еще какими видами спорта занимались, может, кроме шахмат-шашек? Так, чтобы именно занимался, то нет. Ну, держал в руках теннисную ракетку, можно сказать. Ну, все-таки это, конечно, не то, чтобы так назвать себя теннисистом. Ну, большой теннис, да, имеете в виду, играли? Да. Немного. Да. Ну, конечно. Так, значит. Валюк бы осудил меня за ход CD4, но я его сделаю. Сказал бы, что там подставляюсь. Да, вроде нормальный ход. Как по мне. Что-то, думаю, что Валюк бы меня за этот ход осудил. Еще тут вопрос задают. Чем привлекли вас шашки все-таки? Не знаю. Наверное, просто как объект бесконечного познания. Я просто чувствую эту огромную глубину шашек. И мне просто очень интересно познавать эту игру. И вот именно восприятие себя в них как любителя. То есть я четко создаю, что там, конечно, уровень мой далеко не профессиональный. Но любитель – это же неплохое слово. Ведь это же производное от любить. Поэтому это меня не огорчает. Так, ну что я должен здесь делать? Так, CB4 не могу пойти. Потому что пойдет на Е5, прорвется. То есть, может быть, у меня уже вообще плохо, конечно. Так. Тут уже серьезная ситуация, кстати. Время и счастье, можно подумать. Ну, я подумал их так. Он пока что так. Попробую так пойти. Может быть, ход плох, конечно. Ну, пробую. Еще вопрос. Какие сложности у шашек по сравнению с шахматами при изучении, если не учитывать опыт игры? Какие сложности у шашек? Так, значит, вот у меня B2 отсталая. Вот это сложно. И чувствую, что мне могут тут... Так, тут мне нужно в какие-то... Так, значит... Ага, на А4, но там мне кол поставят. То есть, ну, вот уже... Чувствую, что меня прижали серьезно. То есть, сложности у шашек. Ну, вот это... Я уже говорил, что где-то вот... Четко представлять позицию, когда там... Так, значит... Болтать не надо. Так, сейчас, значит, мне... Удар... Если я пойду Bc5, какой-то удар мне... Проведут... Так... 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 Да, проведут какой-то удар. Еd6, да, значит... Ладно, значит, поменяюсь. Надеюсь, что это не проигрывает еще. Хотя позиция мне совершенно не нравится. Ой, е-е-е-е, сейчас dc7 пойдет. Что я буду делать? Бедняжка. Ну, пойду так. Так, что мне делать? Делать пока нет. На dc7 пока dc5 вроде. Не думаю. Еще сразу не проигрываю. Хотя позиция кисленькая. Ой, е-е-е-е-е. Так, значит, что мне делать? Так, нужно жертвовать срочно. А, он не берет. Тоже. Так, что это такое? Может быть, еще и спасу партию. Так, а может, и нет. А, и еще 4, да. Так, значит, да. Эншпильт проигран будет. Да. Так. То есть, что будет? Есть какие-то шансы на ничью? Боюсь, что нет. Так. Стоп, а какой контроль, кстати? 2 плюс 2. А, 2 плюс 2, да. Ну, то есть. У вас еще 15 секунд, 14. Ага, понятно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Понятно, то есть. Так. Шансов на спасение мало. Так. А так могу пойти, кстати. Так могу пойти. Еще как-то борюсь неожиданно. Так, пойду. Пойду. Так, напал. Защитил. Напал. Так. Да, проигрываю все-таки, да. Ну, мастер есть мастер. Так, проводит вторую дамку. Шансов нет. Все, сдаюсь. Ой, так, нет. Я сдаться хотел. То есть, он согласился. Ну, ладно. Спасибо. Я хотел сдаться. Так, слабый игрок. Слабый. То мне опять начать игру, да? Да-да. Так, значит, так. Мой ход. Так, значит, что там? Что я вообще играл в этой позиции? Ну, так пойду. Так, значит, киевскую защиту там какую-то сыпь играет. Так что скажете про сложность игры? Про изучение сложности шашек по сравнению с шахматами? Ну, так почему-то труднее мне запоминать варианты. Особенно в стоклетке. То есть еще. Так, это киевскую защиту я разыграл. Так. Так, и в этой позиции вот таков. Сделать ход, чтобы дать возможность сопернику простить позицию. Но он пока не хочет этого делать. Так, значит, теперь мне нужно быть внимательным и ничего не зевнуть. Так. Так. Так, аж же 7 ходить не могу. Так. А, Б, 6. Б, А, 5. Так. Так. Е, Д, 6. А, Б, 4. А, Б, 4. Так, непростой ход он сделал. Ну, там, правда, шашку отыграю. Ну, попробую. Может, еще совсем плохо не будет мне. И тут спрашивают. Как вам уровень шашистов в шахматы? Уровень шашистов в шахматах? Ну, что ж, мы с вами сыграли пару партий. Ну, вот из шашистов, с которыми я играл в шахматы, то лучше всего играл Филипп Кучевский из Польши. То есть, ну, на уровне, ну, я думаю, так, приличного кандидата в мастера, то есть. То есть, во всяком случае, я с ним играл только одну партию, выиграл с огромнейшим трудом, то есть. А из наших зрителей с кем играли? Как вам уровень? Из кого? А, ну, если вот этот, который по времени у меня обыграл, ну, так где-то, ну, КМС неплохой, то есть. Ну, по той партии, правда, все-таки сделать вывод объективно трудно. То есть одна партия, недостаточный выбор, чтобы как-то, ну, оценить силу игрока, тем более по две минуты. Да, и без добавления тоже тяжело играть. Ну, да. Так, какой-то удар мне тут не подстроит. Не вижу. Пошел. Так. То есть предлагает мне получить золотую шашку. Попробуем. Так, ходит. Хорошо. 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 Так, а, мой ход, так, CD4 он пошел, то есть, что могу, либо, так, AB6-то как-то, ага, так, AB6, так, размен, 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 так, правда, когда я ходил по AB6-то, что-то зевал, так, ну, вроде ничего не зеваю, так, так, это размен, 3 на 3 будет какая-то ничья, ну, да, мог, конечно, на E7 разменяться, но это как-то пассивно, так, ага, то есть, человек более агрессивно играет, то есть, в принципе, его можно понять, ну, попробую теперь уже разменяться. Так, он ходит, так, теперь могу что, на C5, я могу просто, так, у меня еще хоть и время есть подумать, даже такая роскошь, не, ну, сыграю принципиально как-то, так, ага, идут, начнутся какие-то подвязки, так, что мне делать, ну, пошел, пошел, Так, значит, что такое, я, в общем, на G3 куда-то иду, дамки какие-то, так, теперь куда, вперед, назад, не знаю, куда, побольше, Какие-то назад, для каких-то N шпилей, может быть, лучше будет, так, что он делает, так, дамку ж не ловит, а он хочет CD4 на пассивную, ладно, то есть, это он дам, как-то резону, То есть, так, это можно как-то это не пускать слишком далеко, и напал, вроде выигрывает, так, раз, два, выиграл, пошел, съел. Выиграли. Да, победил, так, спасибо за игру, так, ну, что, хватит, может быть, уже, или еще хотите, что-то. Давайте эту последнюю и расходимся тогда же. Давайте начать игру, так. Я тут еще почитаю, что тут вопросы еще есть какие-то есть. Да, хорошо, так. Тут пишут, спасибо большое, очень много полезной информации, успехов в русских шашках, служением шашиста Осетии. Спасибо, так, вот, городская партия. Кстати, проблемный очень для меня дебют, потому что я больше играл в бразильские шашки, и там, значит, надо же большинство бить. То есть, на Ц5 не побьешь, надо бить на Ц3, и по этой примитивной причине городская партия у меня почти не возникала. И вот, ой, FE7, тут какая-то, а, тут Георгий у меня объяснял, что АБ-2 ходить можно и нужно, что вот эта комбинация есть, но она не страшна по какой-то причине. Так, но мне еще надо вспомнить по какой, так, 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 значит, почему же она не страшна? Если бы я еще это помнил, то было бы совсем хорошо. Так, 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 не страшна эта комбинация. Можно ЕФ-4, потом забирается. ЕФ-4, ЦБ-2, например. А, ну да, слушай, спасибо, что подсказали. Так, так, это что такое? Сейчас, что с шашечками? Раз, два, три, пять. У меня, значит, шесть. Значит, так, то он, значит, создал угрозу, так, значит, хочет напасть. Значит, мне нужно как-то, наверное, ее отбросить. Так, так, человек в теорию же знает, это же не так просто. Так. Так, спасибо Ивану за донат 500 рублей. Что, что? Спасибо Ивану за донат 500 рублей закинул. 500 рублей, так, хорошо, значит, пошел так. Так, значит, тут надо мне как-то сразу не проиграть, попытаться. Так, я не знаю. Ну так, попробую. Может, это еще не проигрывает, надеюсь. Тут еще спрашивают, когда вы будете играть в шашечном турнире? Я там хочу с вами сыграть. Написали. В шашечном турнире, ну, на лидравце я играю достаточно регулярно. То есть, ну, так, в стоклетке русских пока нет. Если это будут русские, то, наверное, и в русские будем сыграть. Так, так, он на пас пока не хочет. Ну, пошел, ФЕ3 вроде нормальный. Так, стоп, он не готовит мне какой-то удар? Нет, не готовит, нет. А на гамблере когда будете играть? А на гамблере вот я, ну, тоже достаточно регулярно играю. То есть, причем в русские, да. Но могу и в бразильские сыграть. То есть, так, у меня 15 секунд. Вот, что тут. Кстати, а в команды будете играть на следующую среду в командах на гамблере? В следующую среду, ну, возможно, да. Постараюсь, по всяком случае. Так, сейчас мне главное флаг не уронить и не зимнуть ничего. Желать так, он хочет напасть так. Иду вперед. То есть, нет времени думать. Ход может быть нехороший, но нет времени думать. Так, что ему делать за счет? Ага, он идет на размен. То есть, так, мне нужно как-то не допустить прорыва постараться. Или его нейтрализовать. Так, пошел. Ну, ничью должен сделать. Ну, правда, еще на 13 секундах, чтобы я что-то не учудил. Ну, там с добавлением, в принципе, еще много 13 секунд. Ну, все равно. То есть, если какой-то неожиданный ход, уже жим-жим. То есть, по виду позиция должна быть ничейная. Так, поменял быстро. Так, 16 секунд, это уже легче. То есть, пройдуть не должен. Так, пошел. 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 Так, значит, тут уже вообще на выигрыш могу, в принципе, может быть, поиграть. Ну, пошел. Так, ну, в принципе, согласен. Выйдет, большак займет. Все, спасибо за игру. Так. Всем спасибо, что смотрели. Будем тогда, наверное, загружаться. Очень приятно было пообщаться с вами. То есть, на гамблер приду. Так что, на лидравцы тоже играют. То есть, ник у меня. Мика 24 на гамблеры. На лидравцы ник Нефертити 13. Так что, если кто-то хочет сыграть или там написать, пожалуйста. Спасибо вам, Василий, за стрим. На лидравцы, кстати, ник у меня. Пи-за-мо. То есть, если кто не знает. Хорошо. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Да, спасибо. Вам еще раз, Василий. Спокойной ночи. Все, до свидания. До свидания, да. Я еще хочу сказать, что завтра у нас будет 14.30 суперматч Беларусь-Россия. Комментировать будут международный гроссмейстер Владимир Скрабов и гроссмейстер Андрей Калаченко. Всем еще раз спасибо. До завтра. Жду вас в 14.30. Всем пока. Продолжение следует.